Ну что ж, мы продолжаем флексить не сутулись, будем смотреть роялсов против, соответственно, тигров, и это будет вторая карта, возможно, заключительная сегодняшнего дня. Напомню, что это четвертое Best of 3 противостояние в рамках Dream League 10 сезона и Minora. Также, соответственно, тут разыгрываются DPC очки, бабки и, конечно же, слот на мейджор. С вами все еще, студия аналитики, и вот эти два задорных хлопса сейчас расскажут про то, как будет все это дело происходить. На что надо обратить внимание, где надо ставить сильные линии? Я потерял мотивацию с тех пор, как Na'Vi проиграли. А, да? И что случилось потом, после этого? Ну, сижу, жду, когда теперь Royal Never Give Up проиграют, чтобы я пошел плакать, как истинный фанат Na'Vi. В смысле? Ну, про это же. Ты считаешь, что фанаты Na'Vi радуют? Мне кажется, они просто идут спать, потому что завтра в школу. Это, кстати, не шарх, а то его полотенце приехало. Да, поближе к телу. На самом деле, конечно, рок-пл-рокл, мы никого не хотели оскорбить, если что. Это просто Dota Community, вот так вот я воспитан. Ты не забывай, что Olde. Olde помнят. Здесь в основном, и как бы все на месте, на самом деле. Что тебе сказать? Ну, я не сторонник, знаешь, что-то вот водички всякие, водички. Да-да-да-да, ты сторонник крепких. Да, мне нужны пики, чтобы проанализировать, сказать тебе, а после того, как они будут пикнуты, напомню, чтобы я сказал, потому что это особенно круто будет после того, как они пикнут. А до этого момента тебе не давать слова просто. Ну, нет, я по чему-нибудь другому поговорю. По чему? Ну, не знаю, ты же ведущий. Нет, мы уже много о чем разговаривали просто. Ты можешь задать тему мне для разговора, да. Да. Да, интервью будет тем более полным, чем лучше будут вопросы. Это, конечно, не интервью, но смысл похожий, понимаешь? Если ты не можешь задать этот вопрос, то какой ты хочешь услышать ответ? Это вообще важный скилл в жизни, задавать правильные вопросы. Ты прав. Да, я знаю. Тренируюсь с тобой уже сколько? Полгода? Больше полугода. У тебя не получается пока. Да. Да. Но пока ни у кого не получается. Друзья, пишите НСу вопросы, может быть, рано или поздно вас возьмут ведущим на студию Руха, потому что вы умеете задавать вопросы НСу. Что вообще, мы целом, видимо, отдельный скилл, потому что я не знаю, кто еще не может. Ладно, давай с тобой поговорим. Давай. Как у тебя вообще сегодня? У меня нормально? Отлично сегодня. Как тебе? Вчера было не очень, а вот сегодня отлично. Живи. Живи, НС. Я обиделся. О, ну не надо. Губа пошла. Пошла. А может, надо затрястись только? Тут это, короче, взорвал один парень интернетики на тему того, что Valve, точнее, есть слухи о том, что Valve очень жестко собирается продвигать Steam TV. Ну да, это правда, я знаю. И в чем плохого? В смысле, что типа есть вопросы, потому что если ты делаешь мейджор или майнер, на тебя, соответственно, с этим, ну, тебя могут обязать каким-то вещам подобным. А ты хочешь продавать, соответственно, права. Ну и что? Куда продавать? Куда продавать? Ну, слушай, это Valve. Они всегда славились тем, что могут сделать что-то не особо подумав о вот таком моменте. Все, не едешь на интернешнл. Да, уже просто уволен всего. Ну все. В этот раз точно. В тот раз они подшутили, а в этот раз не попросту. Не-не, подождите, друзья, можете уже готовить свои петиции о том, чтобы у нас попал на интернешнл? Так, короче, я могу закончить. Вы, ты. Вы эти самые чиликекеры. Ну, о чем я говорил-то? А, там что Valve могут сделать что-то не подумав о таком моменте. Ну, я думаю, что все-таки все решаемо, да? Так или иначе. То есть договорятся? Ну, кто-то с кем-то точно договорится, а иначе как быть? Вот это ты сейчас сильно, на самом деле, продемонстрировал. Дело, ну, как бы, либо там с Valve договориться, либо с тем, кому ты продал. Просто пока Steam TV не является, знаешь, реальным конкурентом кого-либо. Никто не знает, что он есть. Поэтому я думаю, что пока это не проблема. Ну, вот если, например, он начнет быть конкурентом, то, конечно, в этот момент могут возникнуть какие-то вопросы. То есть, например, если неожиданно Steam TV начнет отъедать хотя бы какой-то жалкий процент. Возьмем 10 даже. Нет, 10 это супермного. Кстати, интересно, сколько отжимал вот Hitbox, прямой конкурент раньше. Ну, я говорю, начнет отжимать какой-то один жалкий процент у Twitch, отвечает, Twitch, естественно, ну, как бы будет это дело подмониторивать, да, увидит, что вот что-то у них там просадки какие-то, хоп-хоп. И вот в этот момент, да, уже, мне кажется, например, не получится. Так уже не получится, что... То есть, а как они получатся? Ну, я имею в виду, что если, например, Valve будут говорить какой-то, ну, организаторам, что вы обязаны стримить на Steam TV, предположим, вот, но... Почти у всех контрактов с Twitch, да, это вызовет очень серьезный конфликт. Диссонанс. Но это может быть, если когда-нибудь, пока расслабься. Окей. Не, ну, есть еще одни замечательные контракты с Facebook, например. И чё? Ну, это у ESL. Ну, да. Ну, я имею в виду, там очень многих горит прям по полной, по этому поводу. Не, ну, они стримят на Facebook, просто, ну, у многих контракты с Twitch, и контракты, как бы, это же что, это же деньги. Это понятно. Денежка. Кроме этого, Twitch, это... На что-то жить-то надо. Вообще эти переходы, это все-таки, ну, небольшой дискомфорт для зрителя, кроме этого. Ну, да, ну, что поделать, как бы, я, нет, я очень желаю, чтобы у Twitch появился сильный конкурент первый раз в истории, потому что, ну, конкуренция — двигатель прогресса, да, и, естественно, ну, то есть, Twitch в каких-то моментах где-то хотелось бы, чтобы он улучшался, лучше работал и так далее. И, естественно, если будет конкуренция, то прибавится развитие моментально, моментально будут какие-то новые фишки внедряться, моментально что-то еще, потому что сейчас у Twitch'а их нет, и это тоже является проблемой. Ну, ладно, это такое. Поехали к драфтам. И это правда. Но Гармажа Элина, ну, снова, а чё бы и нет. Ну, в принципе, будет пока то же самое, потому что вот этот Вивер Бэйн, если сейчас опять придет эта дабла, они не побеждают ни Лину, ни Огар Нага. Но это оффлейн, скорее всего, Вивер. Ну. Хотя, не факт. Не, ну, видишь, Огар, а Лина — это же тоже два прикольные героя, неплохой старт, именно потому что Лина — теоретический мид, теоретический оффлейн и теоретический саппорт четвертой позиции. Оффалированная, да, такая. А Огар — это саппорт третий, четвертый, ой, в смысле, четвертый, пятый, ну, короче. Витреха, да. Они по три линии могут исполнять, по три роли. Дух универсалов забрал. Да, и притом хороший, хороший герой. И ты можешь дальше варьировать, так сказать, в зависимости от ситуации. В этом плане молодцы тайгеры. Один, четыре, три, семь. Вот он не лыком шит. Опять же, мне нравится, вот смотри, вот здесь ты видишь дух, даже не так, наверное, ты видишь этого Угар-Мага, плюс-минус понимаешь, что могут опять добрать каких-то жестких нюкеров, и ты берешь Бэйна и берешь этого тонкого вивера, которому опять нужно будет собирать жесткие артефакты. Ему там и Линка нужна будет какая-нибудь, и чуть ли не Блэкинбар первому этому, потому что он ловит стан, и он из этого стану уже никуда не выходит. Ему моментально такой же прокас Линова дает. Я видел от кого же, от кого же, от кого же, от ВИЧ на ЕСЛ в финале. Два раза, что ли, или три вообще, там раз это было. Вивер-саппорт, четвертая позиция, который фармил... Оганим? Ну да, довольно, ну там типа как вилка, там по мелочи всякой фигни, и оганим, а потом Линзу. И, ну, такой вивер тоже, может быть, имеет место, между прочим. Вивер неплох. То есть, как бы он такой получается, прикольный. Ну, в Сангаме такое видели, последний раз, по-моему, Лива, когда он четвертый вивер. Ну, это редкий вообще, редкая. Ну, классик, алхимик вивер. Редкая тема, но, но, если ВИЧ так играли, то почему бы Royal Never Give Up не поиграть, потому что, возможно, это как бы какие-то китайские, там, вот сейчас плюс-минус мета, да. У тебя тренер команды, как бы, бывший тренер команды, одной из команд ВИЧа. Это Микаса сидит. Микаса. Тренер Тандров. Микаса, кстати, не знаю, драфтит он там или нет, но... Вот он следит за компьютером и драфтит. Вот он, пожалуйста, на ваших экранах. Это он? Да, Микаса. Идеальные теминги просто под тебя. Я просто не знаю, как выглядит никто из них. Это он. В смысле? Прямо в смысле? Я уже вчера объяснял. Вот спроси Смайла, он реально... Не, он всех знает, не знаю почему, я никого не знаю. Потому что я уже вчера объяснял, я, если вижу человека, вот, я потом смотрю, я уже не знаю, тот, не тот, вроде тот, а может не тот. Короче, я не шарю. Да, мне, в принципе... Да, главное, героев узнаешь, и то, слава богу, а то, если бы ты уж там такой, типа, это Лина или Шейкер... Меня это намного больше интересует. Ник запомнить могу, героев могу, а лиц не могу. Поэтому... Бывает. Это, как бы, меня мало волнует, что там потом. Не, ну, главное, чтобы трезвый приходил. Тем временем он спаял вместе. Хорош, хорош. В конце, в конце вчерашнего дня, я посмотрел в чат, а там все пишут, ЛНС трезвеет, Библ Томфи. Боль. Это было очень смешно, не знаю. Вот он Террор Блейд. И да, это, судя по всему, Вивер может быть именно четвертая позиция. Может быть третья, но мне кажется, проще четвертая дело. Потому что Вивер ТБ зачем? Мне вообще не нравится. Два мягких. Мяг... Очень мягких. Мягкие шины, да. Но у них нет ХП. У Вивера нет ХП, у ТБ нет ХП. Это правда. Но зато у них много брони. А у Тайгерс уже много магов. Получается, что-то не сходится. Что-то не сходится. Где-то, да. Что-то тут где-то ошибка. По-моему, это ГГ уже, нет? Еще нет. Тут Лина уже просматривается на мидл. Очень приятно как раз и будет стоять, если хороший старт будет. Потом в Шадоу Блейде бегать и просто читать вот этих Виверов, Террор Блейдов. Да, ТБ может просто с одной лагуны буквально умирать. Стой, подожди. Вивер, короче, четверка. Дает Аганим на Террор Блейда. Потом у него еще и Сандер. Это же Трипл Террор Блейд. Да, но можно просто получить лагуны и его сдохнуть. Можно. В теории это работает. Ну да. В теории на практике. Особенно если какой-то под сейв формат Тускара вообще... Особенно сейчас, подожди. Я приезжаю сейчас, рассказываю. Смотри, ТБ. Его бьют, 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 бьют. Он проседает в 500 хп. Дает Сандер. Его опять начинают бить, 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 бить. И Вивер такой, я спасу тебя. Возвращает его именно в тот момент, когда... Он сандрился в предыдущий раз. До того, как он засадил. О-о-о-о! Бак с чем вообще будет? И у него 500 хп опять умирает. Как себе такое? Это сильно, это сильно. О, Титан! Мы, кстати, весь USL вспоминали, что против ТБ все-таки Титан ну всегда был такой полумерой как минимум. Потому что режет всю броню. А вот уже и хп нет, а вот уже и армора нет. Да, потому что режет всю броню и очень крутые ауешные вот эти вот скиллы всякие, которые и иллюзии там выносит, и самому ТБ неудобно. И вот он, Титан. Ну, 1-4-3-7, да. Мне вообще нравится ход мысли 14-3-7. Он молодец. Он очень хорошо перестраивается именно во время драфта. Да, пока он Микаса переигрывает. Не просто прямолинейно как-то идет. Да, и Титана-то. Титанов хочет видеть больше. Герой очень крутой, на самом деле. А Уэролов какой-то крутой инвокер, что Таггерс его постоянно банит. Ну, там вот этот вот мидер, Клокверк пикается. Как нам известно, мидер, любой молодой мидер, короче, непонятный, по-любому, круто играет на инвокере, как иначе не бывает. У нас под ником две точки. Да любой. Клокверк, какие-то странные пики, да, у Ройл на Варгивап. Я просто не знаю, как они драться здесь будут. Они, ну, где нюки? У тебя ракета, как бы, на все про все. Ну да, нюк мидер будет. Вот они возьмут последнего мидера, типа, и вот он будет нюкером. Ракета, брейнстап, чуть-чуть батареек, там, и шикучие демиши. Ты, короче, берешь старую добрую тему с террорблейдом, шадоу-блейдом, он, короче, проседает от крипов, выезжает на лоу-хп и сандарит просто. И добивает дагоном, да. Дагон, вот, это толпу. И добивает дагоном, да. Это похоже на нюки, да. Ну, да, пока очень-очень странно. Ну, у них очень странные пики. В первой игре был очень странный пик, и в второй игре он не стал менее связаемым. По крайней мере, пока. Ого! Чё? Вот это вообще просто... Аркварден хорош. Почему бы и нет? Ну, Аркварден, ну, то... Это вообще дико. Я, кстати, не хотелось бы видеть этого героя, так-то скажем. Потому что 60 минут? Да. Ну, не то, чтобы прямо обязательно 60 минут, но частенько игры затягиваются. Тут Шторм был очень хорош, мне кажется, для Тайгерс. Там вообще контроля никакого нет. С плюс. Мы могли взять Шторма и подбанить, например, ту же Лину, чтобы он не поставил... А, она! Она же у них. Она же тут. Да-да-да. Ну, подбанить какого-нибудь другого героя, который хорошо против Шторма стоит. Опять будет... Ну, те же самые Линю. У тебя будет опять Огурмак с Линой наверху стоять, Лину уже в мидл не поставить. Аркварден, скорее всего, пойдет в мидл, Элдер Титан, как старый добрый вот этот Элдер Титан, который гоняет просто в соло легкую линию за счет своего дамеджа, и сейчас скоро будут добирать туда. Ну, какого-то такого сэми, походу. Ну, а Арк, если что, может и на легкой считаете? Может и на легкой, но туда можно и такого парня, который... Смотри, вот видишь, ты сказал Штормой. Рояло убрали как раз-таки Эмбер. Они явно понимают то, что у них проседание по контролю, и добирать контроль они не собираются. Аркварден, Элдер Титан. Я понял. Опа, опа, Мунмендер. Они, кстати, могут взять, на самом деле, все еще даже Шторма могут взять Тайгерса, в принципе, если захотят. Могут Мирану взять. У них много очень пиков. Мне видится все-таки, что это Лина будет. Ну, хотя непонятно. Ладно, Шторма, кстати, сам завалил. Вот это, блин, вообще жестко. Очень хороший драфт Тайгерс, получается. Вивер плохо смотрится против Блотсвикера. ТБ тоже страдает, на самом деле, против Блотсвикера. Вот эти первые минуты, пока у него Блокенбара не появляется. Да и в Блокенбаре тоже. То, что если ловит настоящего, он уже все, он никуда не девается, и Сандерн дождь не может, то, что по нему Блодерайт летит. Кстати, Аркварден вообще прикольный против Терроблейд, если так подумать. Потому что если Магнетик Филда грамотно использовать, то ТБ нажимает форму, он бьет издалека, ты просто можешь поставить Магнетик Филд на героя, которого он бьет. Фактически это сейв. МКБ же нужно купить Терроблейду, чтобы пробивать, а он может не купить. Что это? Это Тинкер? Ну, какая нелепая фигня. Мне не нравится вообще драфт. Это какая-то сборная солянка из всего, что может быть. А что с Тинкером против Арквардена? Это вообще как работает? Я просто давно не видел подобное состояние на лейне. Ну, они стоят, но, на самом деле, Аркварден хороший, и он Тинкер должен нормально переубивать. То есть верим в Тинкера? Ну, там знаешь, как будет. Там просто будет спину заходить. Вот этот Элдро Титан, который будет стоять на нижней линии, он будет постоянно бегать туда. Если Вард нормально не поставит, за Реддент они играют, да, если Вард нормально не поставит, как раз вот эту зону нижней руны, то постоянно второй лейл получает, выходит. Замедление, стан, все, он мертв. Доработать свободные руки в наш бассейкер хорошо стоит соло. Ну, я имею в виду после первых двух. Плюс-минус из этого, но не знаю. Мне не нравятся ни лайны, мне не нравится набор героев. Я плюс-минус понимаю, что будет происходить на лайнах. Как раз-таки вот ребят из Тайгерса, они должны опять их доминировать, как на первой карте, и поэтому я ставку, опять же, на них делаю. Причем, ну, довольно-таки уверенно, они здесь также должны раскатать. Короче, тигры. Да я тоже верю, но они просто играют лучше, на самом деле. Хорошо. Вот и все. Спасибо. Отправляемся к нашим двум комментаторам. Это Кват Морталец. Забирайте. Спасибо, Дмитрий. Ну, пока мною столь ожидаемый матч не выглядит столь симпатичным. Пока однокалиточное. Пока все очень легко для Тайгерса по драфту, если посмотреть. Тоже прикольно. Наконец. Наконец. Я вспомнил 2017 год, и, похоже, ребята из Тайгерс вспомнили 2017 год, когда Террор Бейдок контрили этим Элдер Тайтоном. Ну, это было реально круто. Ты идешь с ним в оффлейн с этим Элдер Титаном, берешь какого-то нюкера и просто убиваешь АТБ. Это работает. Тебе нравится пик Тайгерс? Он классный. Он классный. Когда я увидел Элдер Тайтона, это все прям. Это вышка, потому что, ну, Террор Бейд в начальной стадии нужно гнобить. Это, в принципе, известно довольно всем. Ну, я не знаю, чем проще еще гнобить, чем не Элдер Титаном, вместе, я не знаю, с Линой, например. Это же крутой пик. Это крутая таблата. Ну, и Сикер, который тоже, как правило, выигрывает early game, хорошо стоит свою линию, и потом выходит крайне уверенно в мидгейме. Мне кажется, здесь просто очень слабый мидгейм вырисовывает свой рейндж. Вот просто слабый, потому что ТБ ничего не имеет, Тинкер ничего не имеет, а вот эти три товарища, ну, так себе бойцы, так скажем. Против Огра, против Титана с огромным количеством урона, против Сикера, который по кулдауну ультимейта будет бегать, просто убивать. А все это время будет Варден фармить, действительно. То есть он вообще не нужен команде в драках, там, первые полчаса. Да и ловить потом его тоже будет проблематично, ну да. Но Тинкера тоже, конечно, нечем ловить, но так много нужно. И ТБ фармить много нужно, и Тинкеру много нужно фармить. Прям жадный пик невероятного РНГ. Справа вообще же ничего не надо для хорошего исполнения в мидгейме. Вы одного героя оставили, и вчетвером побежали. И попробуй останови их. Нечем останавливать. Посмотрим, посмотрим. Да, на Хву сел на Вивера, в итоге будет на нем в качестве суппорта такого исполнять. Да, будет помогать, соответственно, Моне на Террор Бейт. Ну, Террор Бейт для Моне это фирмач, это один из лучших персонажей. Соответственно, ну, в Ахфон и Вивере это будет довольно интересно посмотреть. Там Инзьо Дрим я видел, Аркварден на себе взял. Ну вот Тайгерс, тогда еще в прошлом сезоне, будучи ТНС Тайгерс, как раз-таки вот на Темпларочках, на Аркварденах именно Инзьо Дрим исполнял. И он, ну, не знаю, он сейчас, конечно, лучший индонезийский игрок. Спору нет. И вот сейчас нам доверили Арквардену, это тоже его сигнатурка, он тоже уверенно на нем исполняет. Ну, тут практически у всех сигнатурки, если так посмотреть, вот СРФ, например, опять-таки в том сезоне за Инвиктус Гейминг он на Клокверке часто в оффлейне играл. То есть каждый набрал тех персонажей, на которых он более-менее уверенно себя чувствует. Поэтому будет интересно посмотреть. А как тебе вообще Клокверк в этой мете? Его же очень мало. Ну, Уэлдер Тайпен тоже очень мало. Ну, опять-таки, очень ситуационный персонаж. А здесь Клоквер, ну, вроде как персонаж, который... Он против Титана неплох, он против Лины неплох. Арка еще ловить надо, понимаешь? Ловить Арка, да. И вот чем ловить Арка? Тинкер, окей, он может заспамить способностями, но ему нужно, чтобы кто-то зафиксировал противника и показал, во всяком случае. Вот Клокверк может выполнять эту роль. Особенно оффлейн Клокверк, который подразумевается все-таки с какими-то артефактами, он может стать большой головной болью для Арквард. Но это, опять же, если все хорошо пойдет на старте. Ах, фу, на Вивере. Нужно получать левел как можно быстрее, с одними шокучами мало что на линии он может сделать. Тайкерс нужно переждать вот эту Метаморфозу, которая уже была прожата, и после этого можно просто бежать на Мане и очень больно его бить Мунминдеру. Снова, кстати, играю через тройку Огра. Лина точно так же саппорт. Снова вот эта очень сильная линия. Ну, ТБ, конечно, с Метаморфозой на старте чуть полегче, чем Кентавру. Ну, как чуть, намного легче. Ну, пока вот он два крипа добил. Давай смотреть, сколько он в сумме там наубивает. Пошли его бить. Уже половины ХП лишился Террор Блэйд. У него не так много регена. У него из регена только танго. Не знаю, на мой скромный взгляд, все-таки вот Элдор здесь, конечно, посочнее бы смотрелся вместе с Линой. Но, с другой стороны, конечно, у Гармага этот центр, скорее всего, не поставишь. Хотя, против Тинкера, ну, там не пофармить, но можно фаербластом изгидать. Ну, мы бы решили так сделать. Тайкерс, окей, там, Alter Titan все-таки пока находится на верхней линии. Да, Террор Блэйд он еще не добрался. Но мы знаем, что по ходу игры ТБ все равно против ТБ... Alter Titan против ТБ будет хорош, естественно. Издалека будет давать станчики, соответственно, оглушать иллюзии. Ну, и заниматься неприятными вещами, давать те самые ауры, которые снижаются, протеление магического, физического урона. Поэтому будет интересно. Ну да, Монминдер вновь может повторить свой успех первой карты, просто бить крипов. Делает сейчас он это очень хорошо. У него 9 на 3 уже. И, как мы видим, ТБ помешать вообще никак не может. Просто реально слабая линия. Снизу вообще не получается у Террор Блэйда подходить к крипам, и все, форма закончилась. Вивер тебе пока не помощник, слишком низкий уровень. И спокойненько Огр бьет, ему ничто там не угрожает. Армора много, хп много. Алина просто за счет очень большого рейнжа стоит и настреливает там по вражеским героям. В миде, как мы видим, тоже у Тинкера не особо много шансов против Бладсикера в принципе. Ну, для Бладсикера это тоже очень благоприятный матчап. Вот он уже выигрывает по крипам, мы видим. Причем разрывает своего соперника. И по левелу также вырывается, соответственно, вперед. И вот таким образом мы видим, что у Тайгерс снова, но в этот раз даже не две, а сразу три линии, начали лучше, так скажем, потому что крипов мы, видимо, не добили там в полтора-два раза больше. На старте, да, очень хорошее начало Тайгерс. Все линии пока выигрываются, хотя бы по крипам. Всяком случае фрагов еще нет. Начинает перемещаться Адам. 343-й потянулся в центр. Немножко зонит, видимо, Ахджит, для того, чтобы фармил XY. Он же стей. Ну, и вот пошел Бладрайд под себя. Ну, жить здесь нормально. Жить будет. Отхиливает с помощью Бладрайджа. Спокойно добивает крипов. В полный порядок. Ждет шестого уровня. Ну, потом можно либо в центре Тинкера постараться убедиться там с плюс один или самостоятельно. Ну, и, конечно же, есть возможность, да, перейти на какую-то крайнюю линию. Можно обрадовать Террор Блейду, обрадовать, может быть, не знаю, Бейна какого-нибудь. Ну, в общем, варианты для Канков присутствуют. Да и в целом можно пока вот никуда не двигаться, потому что действительно, как ты правильно подметил, старт, ну, просто великолепный. Все замечательно. Террор Блейд активировал вторую форму, его за это сейчас просто убьют. Я вообще не понял вот этого мува, почему он пошел вперед, там весь прокат был у соперника. Да, легкий фраг. Ах, фу, попытается, конечно, здесь кого-то подрезать, как бы обоих сразу не получилось, однако очень больно вышкой. Есть Fire Blast, ай-яй-яй-яй, фу, захотел здесь сделать минус. Очень сладкие были два персонажа, без хит-поинтов, но стики. Но были стики, да, и он как-то этот момент то ли не прокликал, то ли не прочитал, то ли слишком в себя поверил. А может быть, это уже настроение у него такое, что ли. Цвет настроения синий или какой? Я не знаю, какое у него цвет настроения. Ну, что-то настроения, я уверен, у РНЖ сейчас вообще нет. Вообще нет. Отдали нижнюю линию теперь полностью. Мало того, что они по крепам проигрывали, так они еще и пошли вдвоем и умерли. То есть вот настолько все плохо. И ТБ, ТБ погибает. 8 крипов у него, 20 крипов у Огра. Вот абсолютно идентичная ситуация. Жизнь не учит, по-моему, команду РНЖ. Я не очень верю в Клокверка на третьей позиции. Я бы в него поверил на четвертой. Мне кажется, на третьей, вот он, знаешь, повторяет ситуацию многих других персонажей, которым эта третья позиция не всегда подходит. Наподобие Никса какого-то, который тоже на старте стоит, получает экспу, пару фрагов с ультимейтом сделал, и все. И команда начинает играть просто с тремя саппортами без оффлейнера, без танка, без какого-то. У него нет слотов. Он может разве что ворваться, и на этом все. То есть весь расчет в таком случае делается на ТБ и на Тинкера, ну а там у вас будет просто жирный Огр, который просто в разы сильнее, чем вот этот ваш Клокверк. Да уж. Ну все, вопрос опять-таки темпа. То есть если Клокверк сейчас вдруг получит левел 6 и начнет гангать всю карту, тогда будет окей. Если нет, то действительно превратится в саппорт, вот как ты подметил. Очень странно за таким наблюдать, потому что вот два мыслителя, два драфтера, Микаса и Адам просто не могут перепикать 14-37, хотя бы нормальной линии расставить. Это прям, ну я не знаю, за таким дико наблюдать. Настолько все просто. У Такер вторую карту подряд. Ну не должно быть настолько простой игры, настолько легкой игры. Вначале. Должны быть какие-то проблемы. Ну вот СРФ уже пошел. Зефир он находит. Ну хорошо, через Коки. Тут главное, чтобы Рошан его не забрал. А Зефир хочет. Вот ракетка. Хорошо, кстати, что Тинкеру этот фраг достается. Несколько поправит свое положение. Однако, как мы видим, Ахжит уже шестой левел имеет. У Тинкера пока только четвертая. Здесь установили сикера. Нет там никому помочь. Тинкер погибает снова. Вивер как суппорт не отрабатывает вообще. Вообще он ничего не может. Да, абсолютно. Если он вылезает из инвиза, где-то за спиной противника, там или внутри противника оказывается, да, вплотную, если подойдет, то он просто получит комбинацию станов и нюхов, и погибнет. Он это понимает, держит дистанцию. Ну и, соответственно, опасности для Тайгерс он не предоставляет. И Лина вместе с Огром позволяют себе нападать на ТБ даже под формой и просто убивать его. Очередная смерть от Террор Блейда на линии уже вторая за 7 минут. Вторая или третья, может быть. Ну, по-моему, вторая. И Мане вообще переместился на верхнюю линию. Вот так вот. А там не лучше будет. Ну, если, конечно, фраг вот этот заработают, то на Аркварда не будет здорово. И вроде как даже получается это сделать. Помощи ему никакой не последовало. Хороший фраг, но в ответ могут потерять Тинкера. Да, потеряют 100%. Вопрос времени. Такой получился размен в разных частях карты. Ну, вот на такие меры уже пошли ранжи, что приходится ТБ отправлять наверх. Но при общих равных там ТБ не сказать, что будет так же хорошо себя чувствовать, как хотел бы. Ну, понятно, там, сейчас поменяется. Да, и у героев Тайгерс на верхней линии тоже все хорошо было, поэтому у них и лвла есть, и есть начальные артефакты. Ну, если хотели, вот, я не знаю, помочь как Террор Блейду, то свапнуться линиями можно было, наверное, после первой смерти. Ну, мне так кажется. Не надо было терпеть две смерти и отсутствие крипов. Ну, хорошо. Ладно, хотя бы так, то есть пришли через ганг, убили арка, сбили немножечко ему темп, ну, более-менее как-то еще держаться можно. Но на восьмой минуте 3000 преимущества Лиза Тайгерс. Ну, опять-таки, сценарий первой карты, он полностью повторяется. Либо можно было попробовать как-то отправить, может быть, Бейны на помощь, чтобы втроем ребята стояли против двоих, вот, как в прошлый раз они делали, чтобы Спектра хотя бы что-то выносила. Зафер погибнет, так жит. Один в три тоже никуда не пойдет. И вторая смерть подряд для Элдов Титана абсолютно идентичная. Вивер без ультимейта, понятное дело. И под Вардом его убивают. Я думаю, Тайгерс заиграют в какой-то степени и заслуживают респект Баногра. Не знаю, может быть, это случится уже завтра или в плей-оффе. Как-то слишком хорошо Тайгерс эта линия работает. Если они сейчас выиграют, то завтра они день пропускают и будут отдыхать. А, ну, вообще, да, там получается плей-офф, все верно. Надо помнить, друзья, что проигравшие в этой встрече завтра будут играть десайдер-матч за верхнюю сетку плей-оффа. Так, ну и завтра будут играть такой же матч, ребята, из Нави. Не забывайте, 15-30 старт по Москве. Это будет группа А. Против Infamous, по-моему, у них матч. Так, в центре теперь у него атака на Лида пошла, 30-30 здесь, потягивается Клокерк. Такие странные пути выбирают саппорты Тайгерс для того, чтобы на центральную линию прийти. Дважды подставляется Титан, теперь подставляется Лина и просто постоянно втроем от их саппортов избавляется. Ах, фу, придется Шрайн прожимать. Там Орден намечается, да, так понимаю, первым айтемом. Какой-то хочет Вивер сделать быстро. Но Датворс у него самый последний, поэтому быстро он там не светит, естественно. Ну, Клокерк постепенно работает. Окей, там где-то, может быть, ошибается СРФ своими коками, но, тем не менее, убийства за счет его действий делаются. Нет еще, правда, уровня 6-го, вот 6-й бы получить было бы совсем замечательно. Но верхняя линия начинает поддавливаться арком. Это неприятно, снизу очередная смерть, ах, фу, он в соло справляется. Жесть. Ну, пока, ладно, 3000 преимущества. Десятая минута сейчас будет, контроль баунтеру, но тоже очень важный момент. Тинкера 1000. Тинкера бы в идеале убить в команде Тайгерс разочек-другой. Но не может это в соло сделать, там просто лазер, и можно улетать постоянно после любой ракторы. Нужна помощь обязательно для того, чтобы убивать этого Тинкера. Вернется сейчас Вивер на нижнюю линию. Ну, вряд ли они, конечно, планируют из Вивера Кора делать. Однако, 6-й левел он сейчас в скором времени получит. Хэкграунд, наглый Тайгерс поднимаются, их ждут, они пытаются контролить руну на 10-й минуте. Блодрайд, Банэ, просто ничего не может сделать, получает стан, и с дистанции погибает просто раскаста. Абсолютно безнадежная ситуация, никак не спасти. И они забирают 4. Все, по-моему, те руны забирают. Да, 4. 4 руны плюс убийство Террор Блейда. Ну, неплохо. Что может быть лучше вообще? 5 тысяч преимущество с 3 тысяч до 5, сразу скачок. У них богаче коры в полтора раза, у них богаче саппорты. Хоть и не намного, но тем не менее. 5 тысяч перевес, да, преимущество, конечно, колоссальное. 11-я минута у нас только идет, и непонятно, как в такой ситуации действовать. Снова защищаться с хайграунда, молиться на позднюю игру. Так, сейчас убьют, конечно, Лину. Лина не может там даже каст один выдать. Ну, вот-вот, начинает разгоняться СРФ, появляется хукшот. Вот, если бы сейчас, конечно, под этой руны волшебства хукшот использовал, было бы очень круто, но вот она только после появилась. Но можно, можно дождаться кулдауна и нон-стоп просто кидать хукшоты и делать эти фраги. Они сейчас очень нужны команде РНЖ. На кого надеяться, если не на Клокверка в данной ситуации? Только он может, ну, как-то мидгейм изменить. Все, сразу моментальная перетяжка на топ, ловить арка, потом возвращаемся в центр, ловим блатсикера. Угрмага... Ладно, угрмага лучше, наверное, не трогать. Сейчас доиграется. О, ох, 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 проказ получает. Ваербласт, на тайминг-центре ставится, лагуна Блейд, Улины. И очередная смерть для Суппорт Вивера абсолютно не всплывает здесь никак вообще аху. Ничего нет, артефактов нет. Есть уже худофф Дефайн с Огрмагой, будет пуш нижней вышки. А сверху арка, похоже, сцепить не могут. Тепас дабл, инзиадрим, контролит ситуацию. Тридцат тридцат пытается убить. Он чуть не убил его. Бедняга. Интересно, это тридцат тридцат третий. Класс, вышел в пять хп. Если он погиб сейчас, было совсем грустно. А, может быть, до этого кто-то делал ТП на фонтан, он испугался слишком долго, потому что, я не знаю. Ладно, вышел. Но это было опасно. Это было очень опасно. ТП с Райсбэндом, пожалуйста. Ну и Тайгерс также абсолютно действует. То есть, они снесли Т1 вышку снизу. И Огр также пока не уходит с линии. Он продолжает оказывать на нее давление. Возвращается там в 145-й раз вивер. И снова рискует погибнуть, если где-то слишком далеко забежит. Преимущество продолжает расти. Тайгерс не форсирует события. Ну, то есть, они все, что делали в плане фрагов, они делали на линиях. Мы не видели еще перемещения от Огрома. Мы не видели перемещения от Бладсикера. Они стоят, продолжают фармить. Сикер вот сейчас бежит на низ. Но там всего лишь и вивер. Цель так себе. Разве что Т2 вышку прям сразу сломать очень рано. Летит Тинкер. Тинкер без блинка, понятное дело. Друг друг еще мешают. Ой, ну по-моему... В центре стоит, в центре стоит комбинация Лагуна Плейд. Ох ты. Но Станечка здесь еще одного явно не хватало. Регон слайк не дал. СРФ, так, активировал руну. Лучше встал, хукшот имеется. Пора реализовывать. Блок вверх стоит под чужим вардом. Кажется, сам ничего не видит. А его прекрасно здесь было видно. Его накрывает СРФ. Но под такой-то рункой умирать... Ай, как неприятно. И как неудобно получилось. 7000 преимущества команды Тайкер. Моему, это еще даже больше, чем на первой карте. Ну, по крайней мере, по таймингу, если судить. Форстав приобретается ХГ. Сейчас будет толкать противника просто под своим ультимейт. Ну, а там Мане хочет, конечно, ультануть. Поэтому бежит Варк Вардена. И догоняет его, да? Ультанул. Ах, фу, пойдет ли до конца, да? Не пойдет, конечно. Даже если бы добежал. Я в этой ситуации после этого ультимейт вспомнил классические в доте первые стратегии, где Тиражбейт подходит, дает Сандер и догон в спину просто. Фраги Райд, что они делали. Сейчас с некром, сейчас некром их пикали. Сандер и коса, и нормально. Кстати, вот это комбинация. Ты вообще как-то инвиз собирали на ТБ, я помню. Сейчас я просто дал Сандер, как бы, и все, без продолжения. Инвиз, да, инвиз частенько брали. Так, два брайд. Пытается засейвить арк в арк. Но это получается сделать. Вот, и 343 впитал. Дал Бринса, пахпул здесь. Может быть, удастся накрыть арка. Хватит ли демажем? Просто убегай, там слишком много народу. Тинкер раскостен. И попадает в него. Вот блестящий, как сыграл в данный момент СРФ. И он, конечно, должен погибнуть за это. Но то, что он попал, учитывая, сколько было целей, это молодец. Пока бежит, но здесь очень страшный парень. Два саппорта оффлейнер на героя с легкой линии. В данной ситуации, наверное, для Ренжета даже неплохо. Ну вот, можете представить, насколько сильно проигрывают Ренжи, что один фраг на керри может, ну, все-таки дать плюс. А здесь Тинкер. Тинкера могут увидеть. Должны примерно понимать, где он находится. Он, по-моему, засыпил сейчас свое местоположение этой ракеты. Однако летит Вивер. Огр просто бежит за этим Тинкером. Он просто бьет и бежит, и убивая. Также рядом. Какая-то страшная злина. Лина там, кстати, погибла. На развороте стан есть вард, и Вивер использует ультимейт. Таймлэпсорно живет, пока. Или не живет. Или не живет. Какой-то страшный сон для китайского коллектива. Но вот настолько проигрывать, конечно. Нужно еще постараться. Зефера подловили все временем. Должны запирать. Ну, и СРФ работает. Ладно, это, наверное, один из плеймейкеров сейчас команды Ренжи, который старается хоть что-то сделать. У него бывают неплохие кукшоты. За счет него делаются фраги. И пока, в общем-то, преимущество команды Тайгерсона не растет. Сейчас было там 7, сейчас остается 6. 6-7 колеблется. Ну да, и ТБ свое начинает потихонечку набирать. Как и Спектра на прошлой карте тоже там. Спектра даже имела несколько лучшую экономику к подобной минуте. Она там вторая, третья была. Сейчас четвертый Террор Блейд. Ну, с хайграунда снова придется как-то защищаться. Но для этого нужен сильный тинкер. Для этого тинкеру нужны слоты. Для этого тинкеру нужен уровень как можно более высокий. И вот сейчас могут снова столкнуться. Однако здесь Шрайн. Тайгерс, судя по всему, этого вообще не боятся. Там варды, сцентри. То есть РНЖ готовы к приему противника в своем лесу. А пусть здесь, 343-й, нужен хукшот грамотный. Ракетка, вот она, просвет на Ахджита. За Эншитом испрятался Ахджит. И пинскрипп все-таки получает. Ну, заигрался, загулял. Там где-то я услышал хукшот. Куда он был потрачен, непонятно. Ну, ладно. Вот Секера убили. Развороте Огромак дал фаерпласт по СРФу. И пока на этом все. Ну, загуливаю. Тайгерс позволяет себе несколько лишнего, чем могут позволить. Все-таки надо, наверное, чуть поаккуратнее сыграть. Иначе можно преимущество все просто свое растерять. И все-таки там смогут скамбатчить как ТРНЖ. Пока этим даже и не пахнет, но, тем не менее. Ну, Тенкер спамят. Глядишь, и Блинк появится. Ловить его станет сложнее как-то. Не так много пока участвует в файтах Бладсикер. Ну, то есть ему либо не дают, либо он бежит в одиночку куда-то. То есть не было такого, что у него получалось сделать прям соло-фраги. При этом Аркварден фармит. У него есть Мидас стандартный. И деньги у него, конечно, капают несколько быстрее, чем у Террор Блейда. Ну, ТБ, вот, как мы видим, даже вырывается вперед относительно Бладсикера. Опермаг по-прежнему второй. Ну, как-то успокоились Тайгерс. Мне кажется, это им не на руку сейчас. Выше их поменьше забрали к такой минуте, чем на прошлой карте. У них по-прежнему снесем только один Тауэр. Это мало. Ну да, вот одна смерть где-то, вторая смерть. Кто-то загулял, еще кто-то загулял. Результат многого пока не добились. Тайгерс, очередная атака в чужой лес, в чужую святыню, которой пока нет. 3.43, брейнсап нейтрального крипа. Но получает мультикаст. От Мунминдера уже свиреп. СРФ залетел в 4.37, пытается разменяться. Лагуна. Ну и тут Террор Блейд подоспел. Мунминдер, какой вкусный стрик, сейчас забирает Мане. Себе, в копилочку. Ну, неплохо. Неплохо. Один в два. Опять же, Тайгерс идут на чужую святыню и там допускают ошибки. Много как-то файтов под чужими святынями. И постоянно их меньше. Постоянно кого-то не хватает. Ладно, мы забываем пока про Арквардена. Он вообще не участвует в драках. У него там своя атмосфера, свой геймплей. Но когда вы выходите 2 в 3 под святыней, конечно, у вас там шансов не особо много. Но там типа даже не то, что вот у святыни здесь в данной ситуации не было. Момент такой, что РНГ просто удобнее делать ТП. ТП, конечно. Да, да. То есть это вот мобильность, в которую вы ничего не сможете сделать. То есть вы нападаете не в пятером, то противник, скорее всего, будет там в пятером. И вы будете численными в меньшинстве и, скорее всего, размен проиграете. Ну, поэтому не всегда вот нужно на такой минуте идти вот слишком далеко вперед. То есть, окей, ганг на линии, это еще понятно. Но вот по чужой святыне в чужой лес лезть, это уже излишнее, конечно. Ну, из-за этого вот РНГ пока наказывают противника. Ну, посмотрите, экономика по чуть-чуть восстанавливается. И, ну, наверное, наверное, в этой карте все-таки интриг какая-то будет. Все-таки надо понимать, что даже если ситуация РНГ будет, ну, достаточно плохая, есть тинкер, который просто не позволит вам подняться на хайграунд. Это проблема. Потому что издалека лупить по вышке здесь, ну, не знаю, арк, линны, конечно, могут. Но, опять же, тинкер, который будет давать маршрут машин, купит себе линзу, может быть, какую-то гоним, там будет просто спамить нон-стоп. И, ну, очень тяжело будет сносить бараки. Возникает ощущение, как будто тинкер вообще забывают про то, что тинкер силен в защите. И что хотелось бы, конечно, побыстрее сыграть против него. А сикер-то уже проседает. Посмотри, вот он уже пятый. И как-то БКБ у него еще нет. То есть его легко остановить, его легко принять. Форстафон, это, конечно, здорово против Клокверка в первую очередь. Тут, кстати, у кого-то еще, да, Форстаф? Оркварден, по-моему, Форстаф, а Клокверк просто находит лину. Это легкий фраг очередной для команды РНЖ. Зачистили они с убийствами. Вплотную же подбираются по фрагам к сопернику. Тайгер с последней минуты ровным счетом ничего и не сделали полезного. Ну, кроме как пофармили. Вышки не снесли. Одна вот на центре была разрушена, но она там была слишком битая. Все ганги не удаются. И РНЖ такое чувство, что устраивает такой расклад. Вот, они пытаются создавать спейс, они пытаются находить соло фраги. Как бы вот эта ошибка не стала сейчас, потому что пытаются напасть на Огра. Огр слишком сильный, однако как же больно здесь Bloodseeker, Bloodseeker минус. И безразменно сейчас заканчивалась эта драка до определенного момента. Только сейчас погибает Бэйн, и Ахфу пытается бежать. Если до него достанет Огр, Лилина или кто-нибудь. Как бежать-то? Таймлэпс есть, таймлэпс. Хорош, тайминг замечательный и шикучий просто бежать. Просто, просто уходи. Это один в один в пользу РНЖ. Да безусловно, конечно, пластике рубили от Али Бэйн, естественно, размен плюс. Там по баунтирунам нужно смотреть, потому что изначально война была только из этих баунти. Но, по-моему, по две. Я смотрю, Зефир взял, Тайгерс, да, вижу Монминдер тоже забрал себе, там Монминдер забрал. Так, впитал лагунов. Файрбласт, мультикасс, естественно, от Монминдера, ну как иначе могло быть. И виверы в очередной раз обижают. Тем не менее, тем не менее, друзья, преимущество у нас снижается. Команда Тайгерс. И в целом мы уже с вами говорим о более-менее равной игре. Почему? Потому что на вторую-третью строчку взгромостились теперь персонажи РНЖ. ТБ, уверенная, топ-2. Тинкер за ним, топ-3. Блинк есть, пожалуйста, начальный закуп готов. Готова Линза. Ну а дальше все просто. Покупаем Тагон, покупаем себе Аганим. И спам, 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 спам. Ну, кстати, Огр себе любопытный айтем билд выбрал. Он будет покупать себе Аганим. У него уже есть дублы. Аганим и в той карте видели, да, от Монминдера. Вот, ШБ не видели, разве что. Ассасин Огрмак, как вам такое? В 2018-м. Незаметный такой, да? Ассасин Огрмак. Просто выходит варбласт, смотри, ну, второй файрбласт. Ох, страшно как. Ну, такое, да, ну, я не знаю, конечно, можно... Разные. Вот в пабликах некоторые практикуют, ну, на низких уровнях. Я видел пару Огрмагов. Ну, на моем, естественно, низком уровне, на 5000 рейтингах. Огрмагов, которые покупают себе всякие момочки, фармят очень быстро. Потом молнии какие-то, башерочки, БКБ. Ну, его, в общем, ходят, лица ломают. Вот. Нечто подобное, конечно, тоже можно исполнить. Но я думаю, что здесь будет Огрмак больше такого оборонительного характера, в том числе. Да, это покупать артефакты на команду тоже ему будет нужно. Так, у нас времени смог-насмог, просветили. Или, ну, в более удобной позиции находятся ребята из Тайгерс. Они видят оппонента. Хукшок с моего. Вот, отвратительный. Ой, мисплей, Элтердайт накрывает. Станем по всем. Зефер туда же, Лагуна Блейд залетает. Минус, Локверк уже. Ну, и что будут делать РНГ? Они втроем дерутся. Сначала против четверых. Одного убили и снова против четверых. Монет отрезан, Монет отрезан. Получает, Раджа Бландрайт за спину. Еще и танчик от Лины туда не ходит. Моне очередное убийство. Мультикастом ловит еще и Вивера по центре. Это три минуса вообще без размена какого-либо. И Тайгерс очень круто сделали. Ну, вот нашли свой момент. Идеально все получилось. Только время не пытались Тайгерс что-то подобное исполнить. И вот только сейчас сразу три минуса. И мне кажется, время для Рошана. Вот прямо сейчас. Есть 30 секунд на это. Мне кажется, хватит времени для того, чтобы с Рошаном справиться. Потому что, ну, Аркварден просто присоединится. Мне кажется, даже не ему в таком случае Аегис должен достаться. Ведь для того, чтобы Аегис реализовывать, нужно драться. Аркварден, как мы понимаем, пока просто бьет крипов. И ему точно не до драк. Кому-нибудь стикеру, например. Да, можно ему. Можно у Гармага дать. Он дерется. Он всегда в драке. У Гармага с Аегис. Нормально. Не, ну вообще, вот шутки шутками. Я думаю, что действительно это будет впоследствии какой-то респект бан. Огармага в первой стадии против Тайгерс. Интересно будет за этим наблюдать, конечно. Вообще, Тайгерс, вот как-то отсоединившись от организации ТНС, стали лучше исполнять, заметно лучше. Потому что когда-нибудь так свой состав собрали. У них там на оффлейнику хуй играл. Они вьетнамцы себе взяли 458-го. И как-то вот с ними не совсем ладилось. Они не отобрались на Интернешнл, я помню. Седьмой. Но вот после этого вот все получилось. Все получилось. Состав поменяли. Взяли себе Мон Миндера. Взяли себе Ахджита. И понеслась. Пока исполнять действительно не дурно. Опять-таки на фоне тех команд, которые здесь присутствуют. Первый матч они вчера достаточно легко выигрались. Первая карта этого матча тоже легко. Вторая карта, ну, не без озоринки, прямо скажем. Но, тем не менее, преимущество имеет. Тайгерс могут выйти вообще в 4-0. Сейчас вообще Дота в Юго-Восточной Азии, там непонятен расклад сил. Мне кажется, что там даже не Минески, там Тинси, мне кажется, сейчас будут лидирующие позиции занимать. И Тайгерс вполне могут попытаться их подтеснить. Либо один, либо другие. Еще Фнатик, да. Фнатик, там вот сейчас, Фнатик, наверное, топ-1 в этом регионе. Думаешь, не Тинси? Я думаю, Фнатики все-таки посильнее будут. Вот вторые Тинси как раз, третий, вот тот вопрос с третьей командой актуален. Вот кто-то из пары Тайгерс и Минески. Ну, вот я бы с удовольствием посмотрел какую-нибудь группу или какие-нибудь квалификации на эти 4 коллектива. Минески забей, это Терпять, Терпять, Терпять вообще. Так, на середину драка начинается, угромага, середину забрали, Акджит прожимается на БКБшку, Зефир раскастовался, тоже СРФ за ним дойдет до конца. Дотянется ли своими батарейками. Вот тут раскаст от Тинкера, тоже очень хороший, Зефир погибает, и тут уже XY не отпускает людей. Там уже догоны пошли, и с каждым файтом все легче и легче. РНГ будет защищаться, по крайней мере, если они в нормальной позиции находятся. Тайгерс прекрасно понимает, что им, ну, чем раньше они постараются эту игру закончить, тем лучше. Я, конечно, понимаю, что очень силен Аркварден в Лейтин, мне кажется, его одного может не хватить просто против Тинкера и ТБ. Потому что Сикер пока как-то себя не особо проявляет, но Огр Огром, это все-таки Огр, это не Кэрри. Что-то принижаешь его возможности, есть потенциал просто. Не, ну если он купит, как ты сказал, там, хьюнить Башера, бабочки и побежит вперед. Не, ну с таким айтебилдом каждый персонаж, наверное, хорош, за этим исключением. Так, вот Tempo's Double сейчас начнут умирать, но он стоп. Погиб раньше, окей, ах, он не смог забрать. Да, будет покупать себя гоним. Вивер, ну вот те самые три жизни, три полтеррорблейд, как сказал Кристал Мэй, вполне реальный теперь уже в этой карте, а почему нет? Либо три, либо одна, как сказал НС, если все эти правильно прожмут. Это тоже есть такая опасность. Ну не знаю, контроль на вивера все еще, конечно, имеется, там, Элдер Тайтон тоже должен сыграть немаловажную роль. Ну давай так, вот постоянно в каждой игре мы говорим, что контроль на виверов имеется, контроль есть. До него, если дойдут, то убьют. Когда до него доходили вообще? Я вот сколько карт не смотрю, вот эти виверы-четверки с агонимами выигрывают все практически. До него никто не доходит. Опять давай вспомним тот матч на ESL просто. Короче, друзья, вот если вы ESL смотрели не полностью и, ну, какие-то игры в любом случае проглядели, настоятельно рекомендую Вичи Гейминг, Астер, первая карта. Вот там, ну ты помнишь, да, что там был, там вот виверс, боже, какой-то был матч. Ну вот до него не добрались. Просто великолепно. Вот то, о чем мы и говорили, его можно поймать, если его поймают, то выиграют. Ну как до него доходить? Он там линзу себе взял, он себе взял агоним, и потом он что себе взял, а он диск. И все, да. На всякий случай, чтобы уж наверняка, если даже добрались, то он всегда свой ульт прожмет, уйдет и будет потом всю команду сейвить. Да, сейв на сейве, сейвом погоняют. Ну, в общем, здесь, конечно, подобный, не подобный драфт, да, как был у Астер в том пике. Но бейн есть. Ну, да, бейн есть, есть вивер, и, соответственно, сейвить будет можно, безусловно. То есть нападает на террорблейд, ты нажимаешь там таймлапс, спасаешь, еще раз его пытаются убить, он нажимает сандер. В общем, постоянно живет, постоянно бьет, вызывает иллюзии, платформы, все-таки красиво, все-таки интересно. Ну, или тикеры можно оставить в том числе тоже. Хорошая опция. Так, винсгрип, тем временем, подловили. Тикер, конечно же, прилетает, ракеточка от Кокверка пошла, и с Раскастой, конечно же, убили. Так, слип, это очень интересно, и тапауты. Все, и уходить, блестящая игра от Ренжа. Легкий фраг, оформили с ультимейтом, и спокойно ушли. Сейчас, может быть, еще, да, конечно, попадается. О, СРФ, красавчик, фукшот замечательный, 14-37, плейдмейл, пару кастов дал, и в итоге еще одно убийство. Второе убийство подряд, кстати, от XY, а он же стей, в этом моменте, суммарно, там у него уже стрик копится, и есть догончик. Ну, камбэчная, прямо вот она уже, прям стучится к нам, потому что Тайгерс, действительно, вот кроме вот этой драки, как раз-таки снизу, они мало что сделали в последние минуты, и Сигер просто фармит. Ну, Аркварден, ладно, мы про него уже 10 раз сказали, его до сих пор в игре нет, 4 в 5 команда пытается что-то сделать, но 4 в 5 сложно. И теперь уже Ренжи могут вышки забирать, они, по-моему, даже больше забрали уже. Да, они сейчас заберут третью, сами потеряли только 2. Ну, нет, не стали добивать почему-то, ахфу, пошел на разведку. Много фейс-чека и ахфу, конечно, не забывает при этом свои злоты приобретать, буквально меньше 1000 колдей остается до покупки Аганима. Я думаю, что до следующей драки он должен успеть приобрести, чтобы команда, соответственно, его подождала. Ну и да, действительно, преимущество Тайт у команды Тайгерс просто на глазах. 20-17, и по фрагам уже тоже какого-то сильного отрыва нет. Аркварден все еще впереди, но там уже, что называется, в спину дышит мы видим и Тинкер, который по фарму на 1200 всего лишь голды меньше. То есть все хорошо, Ренжи вернулись в эту игру, Террор Блейд имеет больше, чем у Блодсикера. Полный порядок. В общем, игра будет на равных. Ну, опять-таки, надо понимать, что Тайгерс это лошадь с нами. Ого. Таймлэпс успел, хукшот на развороте, да ладно, Террор Блейд подключается, метаборфоза. Начинает грызть Финцгрипп, держит там Блодрайт, срабатывает. Сбил у Бэйна Финцгрипп, поэтому смог Блэдсикер здесь расправить свои крылышки, получить БКБшку и сделать пару минусов. Сразу же убегает назад, Огармага тем временем не отпускает Тинкер, 2 в 2. И Тинкер продолжает раскастовываться, Мане просто в нагло идет вперед, получает стад, но нет, он проживает БКБшку раньше. И, наверное, стоит только темпы с дабла забрать, получить дополнительные деньги и на этом драка заканчивается 2 в 2. Но РНГ потеряли двух саппортов, а ребята из Тайгерс потеряли саппорта и оффлэнгер. Да, и теперь отыграли они еще немного, преимущество было там уже и 7 тысяч, сейчас остается только 3. И цифры абсолютно ничего не значащие, и Тайгерс такими темпами рискует эту игру проиграть. Ну вот, интриги хотели, интригу получили. Я удивлен, на самом деле, как вообще виверы не зафокусили, то есть каким-то образом оставили минимальный запас здоровья, чтобы он дал таймлэпс. Просто как это могло вообще произойти, Тайгерс просто недофокусили и результате драку проиграли. Но хорошо. Да, действительно, интригу хотели, интригу получили, но попытаются РНГ, конечно, как-то выйти в счет в 1 на 1, там третий решающий. Ммм, как было, вкусно. Появляется пика, ТБ. Отлично, можно увеличивать расстояние между собой и Блэдсекера, можно догонять впоследствии противника, если он будет убегать. Опять-таки мы повторимся о том, что Тинкер очень важно, чтобы была информация о местоположении противника, чтобы давать нюки. И ТБ, который будет на пике идти вперед, например, да, или Клокверк, условно, там, на хукшотах. Это всегда может работать. Элтер-тайп, он вообще в БКБ-шку, конечно, пойдет. Так, снова погоня за Ахфу, все еще не приобрел себе. Таймлэпс, бежать, ну и выигрывает время. Очень много времени он выигрывает. Когда-то он погибал, когда-то не погибал, как в этом случае. Да, тем не менее, это все так много пространства создает. А параллельно Титана забирают. У Титана нет на Амлэпс, но он идти так не способен. Очередной фраг достается Тинкеру, и преимущество снова падает. Такими темпами РНЖ, мне кажется, даже не заметят потом Арквардена. Я очень хочу посмотреть, как он будет драться. Ради чего все это было? Рано, рано. Еще не 60-е, а Энтер-3 не горит. В общем, не горит трон. Он только тогда Аркварден подключил. Ну, он вообще купил себе плейдмейл, там всякие. Нормальные. Ну, весел, конечно, пытаюсь играть Найкерс. Через новую лагуна плейд, пытаясь дэмэджер. Но тут уже в ответ. В ответ тут ребята из РНЖ, догоняет СТРФ, на реке работает. Он Миндер, ДП, Аут и сбить, наверное, ТПш. Там, как он, так он какой уже? Четвертый? Пятый уже, да. От окрытил до конца. Дальше Зерил вообще будет делать, безгоним работает. Так вот, весело играют. Ну, то есть, пытаются там покупать на арках блейдмейлы всякие, да. То есть, вот этот вот Огармаг фирменный с Шадо Блейдом. Ну, возможно, это вообще аукнется в команде Тайкерса. Потому что, ну, ШБ, откровенно, для Огармага вообще не отрабатывает. Ну, в всяком случае, я вот полезности этого артефакта не вижу. Вот этот Ассасин Огармаг, который заходит за спину, даёт фаербласт, конечно, круто. Но где-то, наверное, круто в пабликах. Здесь вот не хватает, ну, я даже не знаю, может быть, Пайпа какого-нибудь, действительно, коллектив. Ну, чтобы хотя бы способности тинкеров питать. Ну, возможно, расчёт был, ну, Пайпа есть. Ну, я не знаю, можно было альтернативу какую-то придумать пораньше, Оганим купить, не знаю. Расчёт, возможно, был на то, что получится вот это преимущество денежное реализовать и пойти дальше, да, и уже приближаться как-то к хайграунду, выигрывать драки, забегить на Рошана. Ну, этого всего не было. То есть, реализации этого Шадо Блейда не было от слова совсем. Если бы был смысл здесь покупать SilverEdge, то тоже мы, возможно, бы как-то по-другому думали. Но ведь здесь он также не нужен. Против кого? Нет, таких героев. И в смоках уже пошли ренжи. Они прекрасно понимают свою силу. Они прекрасно понимают, что на данном этапе им уже бояться нечего особо. Если до тинкера не добираются, то драку, вероятнее всего, они будут уигрывать. Хукшот опять суево. Ракетку даёт, не смотрит, что впереди него стоит. Фаерпласт на развороте встречает Монминдр. Тут же отходит назад. Лина отстанивается так же. Зайтер, неплохой стайчик. Ну и пытается запугустить очень быстро. Клокверка, это получается сделать. Кейстрапшир, Монет, БКБшку прожал. Ну и байбэк от Клокверка. Клокверку, что-то нет. Там до Тинкера добрались. Тинкер успевает. Он уходит. Блинкаут. Сейчас уйдёт. Параллельно там убили. Хороший какой финсгриб. И это может позволить убить сейчас Зефира. Однако уходит 343-я. Зефир также через Форстап смел отсюда отойти. В погоне за Клокверком. Тот под Сайленцем просто бежит на ноге. И как-то много людей отпустили. Но главное, что убили ТБ. Плохая драка. Это Клокверк сделал байбэк без хукшота. То есть моментально драку не вернулся. ТБ остался один. Помощи никакой нет. Монминдр догоняет. И Клокверка после байбэка. Он здесь остался вообще. Будет его забирать Драгонслей, Блэйдмейл. Да всё равно. Тинкер раскасовывается. Монминдр в ответ. Клокверка получает рассказы. Хорошо делает всё тинкер. Сталинс получил. Но если чем-то его зацепить дальше. Да, и замедление Блэдрайд. Под ноги ему. Байбэк от Террор Блэйда, чтобы спасти тинкера. Вот так вот он догоняет. Так же это Форстапе. Делает этот минус. Новый очередной байбэк. На этот раз от тинкера. Да ладно. Столько байбэков тратит. Так было. Я даже не знаю, каким словом это назвать. Это очень жадно. Для чего вообще? Для того, чтобы... Для того, чтобы Брошана забрать, очевидно. Подраться всё-таки и за счёт байбэков забрать. Посмотри, сколько людей живых. Ну сейчас 3 в 3. Но Гармак тоже выкупился. Если захотят подраться, Тайгер, Стабулсикер тоже нужно сделать байбэк. Там нет метаморфозы. Далее он её прожал. Всё, он её прожал. Прошу прощения. Смотрю, кулдаун. Ну хорошо. Ну можно успеть на самом деле сюда. Однако Польша, ФРНЖ. Монминдр на пике. Пошёл на хайграунд. Не смог потянуть до Элтер Тайтана. Зацепить здесь не вышло. Кстати, тратит время на эту... Ой, какой-то поставок. Ой, ну бэйн. Тинкер, машин подрубил. Подфянит Гуисимонминдр. Отличный фаербласт мультикастом. Ну а пока ху-сэйвят. Есть таймлэпс. Хорошо уходит. Как же сильно они их всех продамажили. Ой, а Тинкер вообще поставил. Кто ставит? Ну Гармак, конечно, из ниоткуда просто фаербласты летят. Что происходит? К вопросу о том, зачем, да? Не, на самом деле, конечно, линза. Рейндж нереальный. И ты так думаешь, что Гармак, ну, наверное, отсюда не дотянет. На самом деле, дотягивается. Там рейндж будет здоров. Чуть издалека кидает. Ну хорошо. На Рошана в итоге рейнджи зайти не смогли. В итоге байбэк террорблейды Тинкера. А самое главное, что тайгерс на Аблаттикере байбэк свой не потратили. Это очень важно. Еще важный момент, что если сейчас захотят пойти тайгерс сами на Рошана, они будут против ТБ без метаморфозы. Тот ее уже прожимал, она закончилась. Еще полторы минуты ее не будет. Этим можно попытаться воспользоваться. Ну и сейчас цена любой гибели в РНЖ, то есть смерть ТБ, смерть Тинкера, это слишком дорого. У обоих байбэк нет. Видели ли тайгерс, что террорблейд поживал метаморфозы в Рошпите? Вопрос. Сложно сказать. В любом случае, пока тайгерс не торопится, хотя полным составом живы. Ну, все сейчас будут... Подготавливать так называемую площадку, да, под заходом на Рошан. То есть ставить барды какие-то, закупать себе артефакты. 5000 за тайгерс. 24-28, но вот все было неплохо. РНЖ казалось бы, что уже вернулись, но вот эта вереница байбэков может их очень серьезно ослабить перед следующим файтом, потому что уже нет возможности быстро вернуться, помочь в драке. Каждая смерть, каждый герой вообще на вес золота. Поэтому максимально аккуратно нужно будет сыграть РНЖ. Тайгерс по центру, пытается схватить Ахву, ахву уходит. Ахву хочет купить больше сэвящих. И пошел. Марк Варден находит. Ой, в спину. Ой, неприятно, как Салин. Салинс, а продолжение-то будет, пытается его заставить Бэйн, Вивер. Используется тиммейт, уходит. Как-то они неловко все способности раскидали. Шесть какая-то. Просто не поймали. В очередной раз пускают Ахву. Везет. Тикерман, да, чтобы спрашивать Салинс, это интересно. Ну вот Вивер должен в таких ситуациях погибать. Вот все уже сделано для того, чтобы выйти и убить этого Вивера. Они его либо не слышали, либо сказали, нет, давай не надо, а он пошел. Ну вот как-то реально не договорились, что ли, игроки. Ну ахву. Самое главное, выжил, а значит команда будет в полном составе, если что. Если драка будет. А драка возможно, потому что ОТБ форма появилась. Хукшот не дотягивается, по-моему. Именно Рейнджи немного не хватило. Очень уж издалека его Клокер пытался поражать. В этот период времени Сарф, конечно, здорово. Раскидывал свой ультимейт и попадал. Сейчас пока не получается. Инициирование от него, конечно, это очень важная часть драки. Есть Бьолнир уже готовый у Арка. Занимает хорошую позицию Рейнджи. Не на хайк граунт. Сто поднимает сами Тайгерс. Но есть правда, что Рапшир на Мане. Мане стоит на месте. Окей, тут же заслипали 14.37. Коги неудачно отталкивают 14.37. Надо пережить просто-просто сейчас ультимейт. Блэксикер. Там рассказ на Зефир. Под БКБ пошел. Мане, Сандер. Тут же Финскрипт на Элдер Тайг. Он погибает. Он без Байбека. Тем временем Минсетри пытался убить Вивера. И снова не хватило таймлапс на себя. Таху Мане продолжает драться. Также тут же под БКБ пошел. Есть Манда стайл. И фаерпласт. Опять что кармана какой же жесткий. Не спасти никак. Как Лагуна Блейд. Минус Бэйн. Тем временем Байбек у тебя имеется. Но самое главное, что нет ТБ. Пытается Синкер, конечно, какие-то нюхи свои выдать. Но, наверное, уже ничего помешать. Нечего уже мешать. Начало плохое получилось от СРФ. Он не попал изначально хукшотом, когда хотели допасть. А потом не смог запереть Лину. И Лина там свой проказ дала. ТБ не мог по драке, в принципе, передвигаться под ультом Сикера. Ну вот смерть ТБ здесь абсолютно была не нужна, не обязательно. Да ты не можешь угадать, что вот придет Угрмак, даст фаерпласт с мультикастом. Ну вот это вообще никак не считается. То есть это элемент рандома. Ну думаешь, ну, наверное, он застанет какое-то время. ТБ вроде жирный, там, 39-ая минута. А ты либо играешь от плохого, играешь. И надеешься... Надо всегда надеяться на худшее, понимаешь? Нельзя надеяться на то, что ему непросто. Там даже таймлэпс не успеть нажать. Вот настолько все быстро происходит. Ну да, ТБ без байбека. Даже если б был байбек, там без метаморфос, верно было бы тяжело. И есть минута у команды Дайкерс, они их пользуются. И забирают, естественно, Рошана прямо сейчас. А там не подставляется ли товарищ? Какой-то товарищ. Какой-то товарищ, которого зовут ДСРФ. БКБ от Зефира, страшная сила от Молдер Тайтон. Идет вперед. Хукшот там. А вот это... Хукшот, по-моему, для того, чтобы похитить. Вообще ничего не боится. Бессмертный какой-то, реально. Ну, на Саптере, конечно, хотел хукшотом там в Рошпит залететь, чтобы сваровать, кажется, что-то. Но блок собственным телом. Ах, фу. Ах, фу. Сайлендс, да. В этот раз отправиться отдыхать. Возвращают свое Тайгерс. Преимущество теперь за ними, естественно. Это максимальное преимущество, которое у них было на карте? Да, там все замечательно. Ну, вот Таеги Суир теперь у Тайгерс. Ждем от них более активных действий. Огар себе наконец-то огоним, я так понимаю, несет. Курьер вроде к нему летит. Долгом он его собирал из-за того, что байбэк пришлось однажды прожать зефир. Но скрипал, он чуть не убил в соло просто. Титан. Зато баунтируно забрал. Так это, я так понимаю, 4 опять? По-моему, да. Круто. Ну да, было 9 и стал 11. Баунтируно. Там при такой доминации, при выигранной драке, еще 4 баунтируно. Но тут, конечно, сложно пороться с экономикой противника команде РНГ. Очень много денег у Арквард на 6000. Посмотрим, что дальше будет собирать. Вот это, кстати, реально интересно. Где-то погибли. Тинки развлекается. А, из Эрил. Нормально. Им надо, чтобы вот подольше его тиммейты жили как-то. Я не знаю. Вот это рассказ, да. Жутко. Ну, то есть, чтобы ТБ подольше, чтобы на него использовали таймлэпс, на имею в виду, на ТБ, чтобы он Сандру успевал давать. Все это время, пока будет жить ТБ и, например, там, чем-то заниматься Клокер, Тинкер будет раскастовываться. И когда ПКБшки заканчивается, Тинкер начинает сильно пробивать противника. Но вот не слишком уж долго живут РНГ. Вот эта проблема. И ТБ мы видим не всегда сейвится тоже. Есть нюансы. Под смоками пошли РНГ. Очень интересный выпад. Кажется, Тайгерс этого не ждут в данный момент. Ну, и пошли, посмотри, как далеко. Там, кстати, крипы еще подходят. Сделать пару минусов, например, на Вардене. Затем... Можно на Хайграунд побить, и на него врываются, ведь получается. Арк Варден. Варден минус. А, Егис, да. И на Хайграунд. ТРНГ, серьезно? На Хайграунд прямо сейчас. БКБшка от Мане пошел за Инзе Дрим. Так, ну вот сейчас, конечно, получат Руб Туру. И я не знаю. Ну, тут погибает уже Пейн. Лежал за противником. Ах, Джейд, напитал тоже. Его тоже слили. Что происходит вообще? Ребята из Тайгерс погибают на своей базе. Наконец, справляются с Террорблейдом. Минус Бейн те временем. Байбэк от Блэдсикера. Наглецы РНГ. Просто наглецы. Такого Тайгерс явно не ожидали. Эдж Тата против Айгис Сыра вот так вот пойти. Жесть какая-то. Конечно, выбитый байбэк Сикера. Но стоило ли оно вообще того? Наверное, даже стоило. Потому что УТБ в скором времени появится. Байбэк, во-первых. Во-вторых, Тайгерс как-то сами вперед не идут, как мы видим. И они с Айгисом Сыром почему-то не шли. А сейчас он будет еще сложнее. Мы еще не видели Тайгерс в атаке. Мы еще не видели, как Тайгерс подбираются к базе. Прекрасно понимаем силу Тинкера. Даже без Аганима он прекрасно будет свои проказы выдавать. Огар, Огар. Да ладно, поймал мультикаст издалека. И сверху еще один сон. И он в соло его просто закрывает практически. Но жидкость помогает, ты не успевает. Бладрайд взорвался. А вот это плохо. Там нет, по-моему, байбэка. Он выкупался и тайминг не прошел. Просто Огармаг в соло. Просто в соло решает. Ну, если не исход этой карты, этого матча, то очень много. Огармаг, ну я не знаю, это жесткий. Просто пошел до конца Тинкером и поймал его на варде. Жесть. Он Миндер красавчик. Просто респект за такого Огармага. Приятно смотреть. Байбэк придется стараться, потому что ребята из Тайгерс поднимаются на хайк раунд и будут забирать сейчас Сир-3. ТБ, правда, нет, да. Но Тинкер надо спамить. Тинкер надо выигрывать время для ТБ. ТБ появится через Тинкер. Но нужно будет откупаться. Подняли, тем временем, Клокверка. Есть Бладрайд. Подстанчик от Лины. Блэйдмэл бить не хочет. Также это все равно. Просто ходят по КБшкой, разваливают через Лагуну Блэйд. Байбэк от Тинкера прямо сейчас. И отходят Тайгерса. Немного выбили у противника. О, Грмаг. Я просто, не знаю, не могу без улыбки смотреть на этого Грмага. Потому что это очень симпатичное исполнение. Это очень интересное решение. Он крут. Монминдер просто красавчик. Как же он играет. И это что, до Блэйд? Помнишь, что я говорил, что до Блэйди? Я думал, что это плохо. Нет, это классно. Это лучшее решение. Потому что он добежал. Догнал, нашел и убил. Вот если сейчас Ренжи не снимут этот вард, я буду крайне удивлен. Потому что этот вард сейчас, ну если не игру выиграл, то сделал максимально много для этого. Ну мы говорили о том, что Тинкера ловить сложно. Да? Ну обычно как это происходит? Тинкер летает, там блинки какие-то в туман войны по периметру карты в кустах там прячется. И ну вроде как, да, вот так вот действует Тинкер. И ты вроде так рассуждаешь, вот аналитику проводишь и думаешь, ну так наверное должно быть. А в реалиях Угарбак долетает тебя с паербластом и убивает. Сняли вард. Ну это правильно, да. Эти варды нужно убирать. Так, ну тем интереснее будет продолжение этой карты. Кстати у Тинкер вообще сейчас в Вижне никакого нет в атаке. Если пойдут, то пойдут вслепую. Ну и Рошан следующий. Довольно не скоро. По идее сейчас надо так же идти снимать Вижн, ставить свои варды. Либо вот так сразу. Без маны половина героев, но они бегут вперед, им вообще ничего. Не страшно. Под смоками. Тайгерс. Побежали вперед. Попускать противника. Ну, скорее тут 45 минуты контроль баунтирун. И по две в этот раз удастся забрать, я думаю. Хотя Ахфу, кажется, через блинг. Как вам такое? Дивер. Мистер неуловимый. Мистер неуловимый. Еще и Лотус хочет себе приобрести. Ну да, ему, конечно, нужно самому выживать для того, чтобы спасать своих тиммейтов. Это понятно. Билд должен быть максимально защитным, максимально мобильным. Именно в эту стезю выходит как раз-таки и фивер. 16к. Ну что, пробежались. Тайгерс снова расставили свои варды. Дентри какие-то поставили. Пока, во всяком случае. Я так понимаю, ждем все это еще в Рошана. Видимо, без Рошана, без Аегиса, эта карта не закончится. Ну говорили же, аналитики. Час, Аркварт, значит час. Фукшот. Йол. Сколько меню успел закрыть. ПКБшки прожимается. Мультикаст и пострее. Опять в этом ТП. Есть таймлэп. Срафтер висит, правда? Ой, ой, Руспитер. Как же может быть больно? Я без стоплэйп. Нофит с гриппом держит. От ТП длипать. Мане с Андердау. И добить Блэдсикера прямо сейчас. Блэдсикер без байбэка. Его убивают. Мане продолжает раться хп. Блэдсикер без метаморфоза. Он просто бежит. Можно развернуться и убить его. Хоть здесь и Бэйн рядышком, однако Тинкер. Мане на голову. Мане на голову. Фаербласт встречает Манминдер. Очередной мультикаст четверной. Сей пошел дальше. Зерилблейд Зефир. Зефир не успел расставать свой стан. Погибает. Салинс на Тинкер. Но есть таймлэп. Сахву сейвит. Неплохо. И Манминдер остается один здесь. Его будут убивать. Ну и за счет байбэков. РНГ смогли, в общем-то, драку. Это в свою пользу повернуть. Блэдсикера байбэка нет. Напоминаю, у него идет просто-напросто кулдаун. У Террор Блейда кулдаун, но он жив прямо сейчас. Байбэк это Сокер Мак. Байбэк это Элдер Тайтон. Инзиодрим отправляет просто темпл с дабл вперед. Для того, чтобы, ну вот, крипов съесть. Чтобы не подобрались к базе сейчас РНГ. Есть шанс у РНГ. Есть шанс. Нужно довести крипов до чужой базы. И постараться снести хоть что-то. Рошана нет. Там основной таймер еще даже не закончился. Надо искать цели. Надо пытаться убивать. Навязывать драку прямо сейчас. Опасно, потому что ТБ без байбэка. Но нужно это делать. Другого такого шанса может и не быть. Минута в численном меньшинстве Тайгерс. Арк жив? Взиодрим? Да нет, мне кажется, если дойдут, то максимум Т3 поковыряют. Как-то вообще не выглядит страшным. Пуш от РНГ. Поэтому легко там смогут ребята из Дайр отделаться легким испугом. И Т2 максимум. Маловато будет. И таймер. Посмотрите, какой некультурный таймер для команды РНГ. Прям вообще нехороший. Ужасный таймер. Да, вот сейчас бы быстренький Рошан. И могли бы даже успеть. Драка будет? Неужели Атакерс будет драка? 20 секунд. Монминер просто убегает. Хороший хукшут. Двоих. А там изотебошнин, ноис, пытаются убить Угармаг. Угармаг форстап. Дерзейфер на развороте. Использует Торспитер. Монет пошел драться. Монет таймлэпс. Используется от Фибера. Но срабатывает Торспитер очень больно. Ну да, ведь там этого Клокверка нет. Он прячется. Его спрятал. Вернее Бэйн, Слип. И снова больше героев теперь у РНГ. Боже, Сандер и таймлэпс. Что происходит? Они просто выжимают. Только-только Сигер появляется. Ну нет, уже нет смысла никуда идти. Там Огр без байбека. Там Титан без байбека. У меня возникает один резонный вопрос. Зачем? Что? 20 секунд потерпеть. Ну, ТВ? С Инвиза напасть, быстро его уничтожить. План был такой, но опять-таки не... Ну там Вивер. Ты опять, ты не можешь рассчитать. Вот у тебя есть Огрмак. Рассчитывай на то, что Вивер всегда есть. Да я не на Вивер говорю. Он даст всегда Сандер. Либо ты из Берста уничтожаешь, у тебя срабатывают четверные мультикасты. Либо не срабатывают, ты не убиваешь. Рассказывает, им кекс. Ой-ой-ой. А это еще одно убийство. Арк, есть байбек. Тикер идет дальше. Ой, это ладно. Это еще одно убийство. Два минуса на ровном месте. Сейчас в обоих есть байбеки, они их прожимают. Батсикер уже жив. 17 тысяч или 15 ввели. Только что вообще не нужные смерти. И можно действительно ломать Т3 потихонечку. Там всего лишь два героя в живых. Третьему придется выкупаться. Лина придется выкупаться, скорее всего. Хотя... Да нет, мне кажется, разведут просто на этот байбек. Они не имеют права сейчас отступать. В заключительной части, конечно, вот этих сражений. Ахпул пока на Вивере очень здорово отрабатывает. Таймлэпс всегда четко. Манер еще от них выживает. Использует бесконечно просто Сандер. И кулдаун там просто смешной. Раз за разом в драке. Но вот это просто не могут рассчитать Таггерс. Как пробить? Как эту стратегию просто поломать? Как уничтожить и законтрить одновременно и Террор Блейда, и Вивера? Вопросов есть, ответов нет. За счет этого сейчас все свое преимущество Таггерс растеряли. Потеряли центральную линию. Ну и РНЖ, наверное, смогут отойти. Рошан появится вот через несколько мгновений. У Гермага пока нет. Все. Нет преимущества Таггерс. Просто больше нет. Более того, РНЖ уже впереди. Что придумать? Это даже сложно сказать. То есть одновременно нужно кинуть Сайленс на Вивера, например. Пока у него нет Лотус Орба. Лигенд Сферы никакой. И пытаться убить ТБ через Фаербласт. Не знаю даже. Я тоже теперь уже не совсем представляю. Ну, во-первых, нужно драться как минимум в равных составах для того, чтобы были хоть какие-то шансы ждать Сикера, когда он появится. А потом уже начинать. Ну и, естественно, в идеале цеплять саппортов в первую очередь. До Тинкера добраться не получается. Либо как-то начать нужно хорошо. Зайти там с двух инвизов. Либо Огру, либо Арквардену. Начать этого Тинкера бить. Сбить ему Блинк. Ну вот что-то такое. Потому что если Тинкер выдает свои прокасты, то вы с этим ничего сделать не можете. Настолько хаос происходит огромный в драках, что вам нужно и контролить Вивера, вам нужно что-то делать с ТБ. Вы просто забываете про этого Тинкера. А он каждую секунду по тысяче урона по вам выдает. Да, это тоже верно. Тинкер. Там еще есть фиксом. То есть, есть фокус по конкретному персонажу. Есть перст. Ну, героев для сейву у Тайкер спрос-напросто нет. Если от кого-то цепляют, помочь сложно. 36-39. 51 минуты игры позади. Нарошана, конечно же, РНЖ не заходит. Они не зайдут, пока не будет какого-то минуса. Он Миндер. Пробует подловить. Есть в те временем смок. Ставится в центре. Ракетки залетают. Инфы у РНЖ нет. Но есть предположение. Там, где находится противник, прямо сейчас может нападение быть. РНЖ чуть лучше позиция. Они на хайграунте находятся. Вызывает стэмп с дабл. Лина с одной стороны, с другой стороны арк. Аху выходит. Есть Манэ на передовой. Но главное Вивера найти. Вивер, вот он бегает. Бегает Вивер. И Тинкер на него прямо на ТП. Ахжидо можно запокусить прямо сейчас на БКБ. Ахжидо успевает прожать фаер-блак. Все время на Вивера. Одновременно пытаются убить от боих. И это может получиться. Лагуна Блейк минус Тинкер. Тинкер Байбэк откатился. Все время подловили на юлок Вивера. Вивера нужно убивать. У него Тайлэдж использует. Просто убегает. Манэ этим временем прекращает существование. Лагуна Байбэк у него не имеется. Тинкер уже здесь. Тинкер здесь получает Распитер. Эзерил Блейк на себя. Снова варе армии. Просто прыгать. Прыгать в разные стороны, чтобы не подставиться. Не могут подловить. 14-17. Срабатывает. А он диск срабатывал. Но все равно его добьют, конечно. Параллельно пытаются там поймать кого? Клокверка всего лишь. Но это вообще не та цель, которую нужно бить. Клокверк уже свое выдал. Слишком много смертей у Тайгерс. Но выбили Байбэк у Тинкера. Ну, Дракуш продолжает. Тембос Дапл, да, его разрушает аккуратно. Ребята из РНЖ. Вот нечто подобное, о чем мы размышляли, в принципе, могло произойти у Тайгерса. Они одновременно попустили несколько целей. Но Байбэк от Тинкера опять все испортил. И опять же, Вивера не смогли запокусить. Просто на него всегда не хватает урона. Вот Лагуна прилетела в Тинкера. Выбрали его целью. И поэтому Вивер выжил. Там бы с Лагуны, конечно, его забрали. И сейчас все достается. РНЖ с Рошана. Это же третий, да, если ничего не путаю. Там должен быть шард. А сыр, я вижу, есть у СРФ. А Егис у Тинкера. Ну, так как он... Второй, я так понимаю. Здесь шарда нет. Шард бы ТБ точно не помешал. Ну и так, он может подождать полторы минуты. Еще Дабл Дэмбедж, кажется, есть. Да. Ничего себе тут заканчивается. Деку спили, Сталин. Моне подставляется. Проказ от Тинкера. Это Тембос Дабл. Пока ничего страшного. Но падает. Тер-3, а вот это уже страшно. Когда падают строения на базе. Безогармага тяжело защищаться. Все-таки это чуть ли не основной персонаж команды Тайгерс. Его есть смысл подождать. Еще, правда, полминутки. За полминутки, конечно же, бараки поверху могут просто упасть. Да, идет за ними Моне. Нет у него формы. Еще целую минуту. Но ему на это плевать. Он просто стоит и бьет барак. Сзади, конечно же, Ахуна под страховки. Лотосорка. Хукшот от СРФа. Блину. Но есть. Пикап. Есть форстапы. Вьюл поднимает. На развороте может расставаться. Сикер снова подать. 14-37. Спасти, кажется, нечем. Он погибает прямо на фонтане. СРФ ответный. Расплитер залетает по тикер. Можно спокусить. Но есть Аегис. Есть Аегис. Не страшно абсолютно. Может быть, после Аегиса пытаться убить. Моне здесь подходит. У него есть стандарт. Он понимает. Через 3 секунды. Может быть, с Огром что-то получится. Просто бежать сейчас будут РНЖ. Они забрали милишный барак. Это самое важное. Уже 2 милишных барака упало у вражеской команды. И в погоню никто не пойдет. Не успеют. Нечем цеплять. Эта игра сломана. Эта игра просто сломана. Но как можно не победить стратегию Вивер с Аганимом и Террор Блейдом? Что это за ультимативное решение, которое вы можете просто-напросто отыграть все 20 тысяч? Как это работает? 40-40. Нереальный камбэк от РНЖ. В этой карте. Возможно, в этой серии. Их надо только довести дело до конца. И лины нет. Еще в численном большинстве РНЖ будут больше минуты. Забирают святыни. Ну и по нижней линии. И последней линией остается команда Тайгерс. И они пойдут, я думаю. Просто вау. Есть лотус уже у Вивера. Ну вот теперь даже Сайленс сложно накинуть. Какие-то. Вообще непонятно, что делать. А он еще и рефрешер хочет. Рефрешер. Я думал, тоже может быть у тебя диск какой-то появится. Но это рефрешер. И я не думаю, что игра сейчас затянется до следующего Рошана. Слишком долго придется ждать. Там все байбэки у соперника откатятся. А байбэков, как мы видим, один. И будет у Огра. Но это всего лишь Огра. Если он, конечно, не погибнет. Прямо сейчас. Акжит планирует приобрести себе Блинк. Ну, его желание, в принципе, понятно. То есть через Блинк и Эбисол постараться зафокусить какую-то цель очень быстро. Ну, вот желательно тех героев, которых байбэка нет, например, Тинкера, было бы... Вот он добрался до него, но перед этим получил Трилл Блейд. И из-за этого не смог быстро его зафокусить в соло. Потому что я думаю, что если Тинкер подставится под Эбисол, то Сикеру хватит этих трех секунд для того, чтобы Тинкера убить просто один в один, если они встретятся. Ну, а рефрешер от Арка, ну, тоже, конечно. Не хватает ему немножечко Хекса в этом билде. Вот рефрешер плюс Хекс. Было бы очень интересно посмотреть. Против Виверского Тайлэпса, конечно, Хекс не особо поможет, но... Все-таки это фокус. Какой-никакой он нужен. Что, зажали РНЖ своего противника на базе. Оттягиваются пока назад. Ну, и довольно долго еще ждать. Том момент, когда РНЖ захотят зайти на хайграунд, судя по всему. Потому что вообще не торопятся ребят. Формят себе свои слоты. Монминдер просто побежал. У него есть байбэк, он не боится. А я думал, что настоящий Тинкер. Как бы его сейчас не наказали, кстати, за это. Потому что Вивер уже рядом. Рядом также Бэйн. Расветка пошла. Монминдер теперь находит Ахфу. Ладно, вон астрол накинуть в формы. Но нельзя же просто так терять байбэк. А потеряет. Просто сгарился на иллюзию Тинкера. И он настолько возмутил то, что перед его носом Хейст разбили. Что просто не выдержал, дал фаербласт. Такой вот Монминдер. А был бы настоящий, он бы его взял. Актуит прожимает по КБ. Понимал, что если БКБ не нажмет, просто погибнет через Хекс. Отходит до конца через Бингс формы. А вот теперь Хекс. Есть форстапы. Пытается спасти Блаттикера. Блаттикера умирать нельзя. Но есть байбэк у него. Ладно, погибнуть разочек можно. Огармак на байбэке. Монминдер пошел. Фаербластами накрывает. Блаттикер на байбэк сразу. Тут же Хекс и Алдер Тайтон погибают мгновенно. Буквально. И Моне стоит под всем. Просто бьет своим иллюзиям. Получает фокус. Могут ли его спасти? Спасти нечем. Актуит кажется таймлэпса просто не было. Да, его не было. 3-43 тоже в таверну. Отпились тайкерс. Есть байбэки, естественно, у Бэйна. Суикер побежал, кстати, за Вивером. Хочет поймать его. В итоге и Вивер уйдет. Поймать Вивера. С мувспидом таким нереально. Ну вот где-то все-таки Ахву приходится думать. Выбирать, на кого использовать таймлэпс. Себя сейвить где-то, да. Или, например, просто кулдауночек какой-то проходит. Поэтому бывают такие временные окна. Они небольшие, они очень маленькие. В которых тайгерс могут завкусить все-таки цель. Того же ТБ им сейчас удалось убить. Ну и рефрешер на Ахву, естественно, решит эти проблемы. Потому что будет один таймлэпс. Мгновенно может быть второй. Ну получилось тайгерс отбиться, опять-таки. Тяжело. Блаттикер выкупился. Выкупился Огармаг. Байбэк остался пока только у Арка. Как-то бы воспользоваться этим временем. Как-то может быть ТБ байбэк выбить. Потому что он-то бояется через минуту. И пойдут снова РНЖ. Что будут делать соперники? У них байбэков, как мы видим, мало. Всего один. Лина тоже понимает, что хекс нужен. Побольше хексов, побольше контроля. Все, что может помочь тайгерс в этой игре. Больше хексов. Просто больше. По всем хексы и пытаться убивать. Кстати, Лина скоро купит уже байбэк-то у нее. Хотя на байбэк тоже можно оставлять. Там через пару минут он появится. Придется сделать выбор в этом плане. А, у нас Т1 до сих пор стоит. Спустя час игры. До него как-то тайгерс в этой игре добрались. Они вообще до вражеской базы не планировали такое чувство добираться. В один момент как-то сломалась игра, что ли, и RNG не позволяли ничего. Я знаю, это момент, когда игра была сломана. В момент, когда Вивер купил себя гоним. Вот после этого игра полностью сломалась. Просто кошмар. Там култан, по-моему, 12 секунд таймлэпс, да, если я не ошибаюсь. Поправьте меня. Смитра в 16. Ну, вы понимаете, что это все равно очень мало. Твоя ставка до скольки поднимут в глобальном патче? Да непонятно. Ну, то есть, мы видели, что поначалу-то очень плохо, кстати, Вивером пошло. То есть, Вивер себя реализовывает, окей, сейчас, в более поздней стадии игры. Но ты помни, вспомни старт какой был. Террблейду унижали, Вивер вообще ничего не мог сделать. 19 мертей ее охотят очень много. Но все, что нужно было сделать, нафармить себе на гоним, после этого игра переворачивается. Ну, учитывая, что он покупает этот предмет сразу же после урны, ну, это всегда так было, что-то дешевое-мелкое, и потом ты сразу покупаешь агоним, если ты саппорт. Это в любом случае не так много ты его покупаешь, там, ну, к 20-й минуте, ну, к 25-й, может быть, максимум. И все, и игра уже абсолютно другой становится. Ну, много примеров таких есть, да, вот Сбектор с Рейтенсом и без Рейтенсом. Два разных персонажа. Вивер с агоним и без агонима. Два разных абсолютно персонажа. То есть, каждому вот варианте нужно просто нафармить свой стод. Но при этом Вивер остается очень гибким героем, его же не всегда на саппорта используют. То есть, ты всегда можешь его в оффлейн поставить, даже пофармить можешь отправить. Слишком много опций, это подтверждается тем, что он там в топ-5, по-моему, входит по количеству пиков за последний месяц. Если не второй или третий, он, по-моему, Огр топ-1. Так, там, кстати, Тинкера подловили, Тинкер с байбэком. А что байбэк будет прожимать? Будет ли он прожимать байбэк? Потому что команда сейчас в меньшинстве. Там Вивер под Сайленсом пытаются зафокусить его. Тот живет. Вот он байбэк от Тинкера. Вивер уходит все-таки. Что-то, стп. Минус Согар у нас параллельно. А Тинкер после байбэка, в числе на большинстве РНГ пока... Нейбл Сикер завкусил. Нет? Завкусил. Не завкусил. Окей. Не получилось. Нейбл Сикер убил там. Теймлэп сработает опять в очередной раз. В РБ дерется до конца. Сейчас мало взрыва становится, но погибает. Есть байбэк. Вивер тоже погибает. Есть байбэк. Можно вернуться будет в драку моментально. Зефер, тем не менее, пошел драться под БКБ. Мало хп. Срфа добивают Текину в размен на Элдернайт. Не могут добраться до Арквардена. Они Аркварден очень много людей положил в этом файте. Прям невероятно много. И несмотря на все вот эти байбэки, РНГ не сделают ничего сейчас. Их не больше. Их столько же осталось. И вот этот рейнджовый барак абсолютно ничего не значит для Тайгерс сейчас. Три байбэка. Пять смертей. Эту драку выиграли Тайгерс. Посмотри, как они вперед-то вырвались. Сколько они отыграли. Да, за драку там около 10 тысяч. Там 11 тысяч за драку у нас график скакнул. Нормально. Опять решают байбэки. Мане, пошел просто вперед. Рефлексом. Да ладно, хукшоты пошли. Стоцепили. Арк, арк. Арк. Байбэк имеется. Все в порядке. Подставился. Моментальная, опять-таки, атака от команды RNG. Просто не ожидают. Тикер здесь. Сандер. Мане сейвит своего тикера. Фу. Это было опасно. Было очень опасно. Оба без байбэка. Боже, Сандер. Кстати, уже посмотрели. Очень серьезное противостояние. Наконец-то Кекс появляется у арка. Байбэк теперь есть. Стороны Тайгерс только у Лины. Стороны RNG байбэк имеется у Бэйна и у Вивера. И заход у Рошана прямо сейчас. Тинкер работает. Через Кекс спамят. Спотягивается Мане вместе с СРФ. Ну, а теперь это Шарт. Ну, Тайгерс нужно за этого Рошана драться. Он слишком много дать. Они не успеют. Без Лагармага никак, абсолютно. Грустно. Грустно, потому что сейчас заберут и Сыра, а Эгис и Шарт в первую очередь для АТБ. Шарт, это опять Сандеры. Там и так кулдаун минимальный. Что это за грязь? Это Метаморфоза вторая, вот что-то самое страшное. Да, это тоже правда. Кстати, ему достается АЭгис. Не Тинкеру. Да, странно. Ну, ладно. Окей. Для Террор Блейда мы знаем, АЭгис не самая лучшая. Но потом могут и передать, наверное, Шарт. Тогда он отключит форму после респауна. Не знаю. Решили, что так. С байбэком только Лина. У Тайгерс никому больше нельзя погибать в этом файте. Там Вейн только байбэк. Тут вообще, да. Кстати, только что был уже прожат таймлэпс. Небольшое временное окно. 1437. Издалека стан не по таймингу в СРФ. СРФ оттягивает. Кукшот пытался стать. Отменил его. Вовремя. Мунминдер уходит. Мунминдер. Осторожно. Фаерпласт дал. Мунминдер с кипит с Игнайтом. СРФ тут же в него. Кукшот Огармагом без байбэка. Будут его фокусить через Хекс. Убивают довольно быстро. Да, добили Огармага. 100 секунд без него. Тяжело. Тяжело будет Хекс теперь. Ответный Лина здесь. Рассказ. Танчик Лагуна плейд. Снегрдов сново таймлэпс потягивается. Есть из Эрил Блейд. Он застрял. Моне. Оеги смотает с него. Что дальше? Феррубей сейчас воскреснет. Он будет без формы. А Кукшот убегает под ПКБшкой. Снеградышков нужно сейвить. ТБ снова таймлэпс. Снова с пустой. Моне. Оттягивает лоту сорб на нем. Нужно уходить. Нужно уходить. Потому что с Аукармага что-то не слишком много отдали. Да, походу нет. Нет Аегиса. Ну, я имею в виду и формы сейчас. Нет, две минуты. Просто как драться. Ну, а шарт-то должен быть у него? Шарт, не знаю. Передали, не передали. Шарт, по-моему, у него должен быть. Ну, должны передать, имеется в виду. Либо кто-то проюзал. Я просто не понимаю, кто и когда это сделал. Столько всего в драках происходит. Просто незаметно. Может быть Клокверк. Или Вивер. Ну, сейчас-то, да, ни у кого уже нет. Но кто-то, видимо, прожал. Уже прошу прощения. Ну, скажем так. Тайкер с такой ситуацией, играя против Шарда, Сыра и Аегиса, в общем-то, неплохо отстрелялись. Вот то, что у Аукармага нет байбэка, это, конечно, очень плохо. Ты видел, как там прыгнул товарищ Сикер? Он прыгнул в лес, он попытался цепануть Тинкера и застрял просто. Он какое-то время не делал ничего. И он не мог из этого леса выбраться. И Аукармаг так классно выдал свой прокаст в Тинкера. Была бы команда прямо рядом, Тинкера можно было бы зафокусить. Они были все на лоу-граунде, все близко к базе. И вот поэтому Аукар подставился. Действительно не хватило какого-то человека, еще одного, который бы в этого Тинкера прыгнул. Да даже лагуны там, по-моему, не хватило, а так бы Тинкер погибал. Вот такие микро-моменты сейчас будут решать, действительно, чуть ли не исход карты. Моншард приобретает Террор Блейд, сразу же его съедает. Он что-то по скорости атаки, доп. обзор ночью, неплохо. Все равно не знаю, как еще можно усилить Террор Блейду. То есть, ну, вроде бы все нужные слоты имеются. Тарасочка есть теперь у Клокверка. Приобрел себе тоже. У этих ребят просто нет байбыков, поэтому они тратят все свои деньги. Что Арк? Ну, Арк там, да. Арк там кнопочки нажимает. У него все активные. Куча способностей, куча артефактов, которые нужно нажимать. Все юзабельно, абсолютно все. Где дрим потеет, как может. Бэйн купил себе Блокинг Бар. 7000 снова за РНГ. Качели туда-сюда. Ну и 48-47. При этом мы увидим РНГ, но не чувствует в себе силы. Они все потеряли. Байбеков у них нет. Есть смысл подождать, на самом деле, байбеки. Но, опять же, будете ждать. Дом и дождется РАК и дождется Элдер Тайтен. Да, все верно. Поэтому тут тоже есть свои нюансы. Игра может опять продлиться до следующего Рошана. Это не шутки, друзья. Одна линия, лишь только есть у Таггерс снизу. У команды РНГ стоит вся база. Есть Р2, да. Есть все. Ну, понятное дело, что если тут чистую драку проиграть без байбеков, то там база будет сразу снесена. Там вообще без разговоров. И стоит с другой стороны. Смог прожимают РНГ. Эти ребята любители молниеносных атак. Зачастую застают противника они врасплох. И именно сейчас пытаются сделать то же самое. Оббегают. Да, вот как-то зайти. Поставить вард. Но там есть в центре. Вард ломается. Миндер может цеплять на самом деле. Байбеки. Байбеки сейчас очень больно. Второй фармбас. Есть таймлэпс. И БКБ нажимает Бэйн. На развороте тут же фикшот мимо. Элдер Тайтер скастовывает северением. Ой, да ладно. А второй битр не будет таймлэпса. Может убивать Бэйна. Третий погибает. Но он без байбека. Неудачный заход. Подставились по центре. Крипы зажали. И по итогу Бэйн просто не ушел. Пиксель вправо. И попадал бы там фикшот. И драка бы вообще была абсолютно другой. Ну неизвестно. Может быть там больше героев РНГ просто погибло. Потому что на самом деле у команды Тайгерс была хорошая позиция. Она бы просто была другой. Вообще не важно кто бы там погиб. Потому что и Лина таким образом засейвилась. И Клокверк не залетел в гуще событий. Возможно это даже спасло его в какой-то степени. Но у нас всего лишь минус один. Фраг который мало что сейчас решает. Потому что Рошан не скоро. И Тайгерс у меня такое чувство. Что могут даже не пойти. Хотелось бы чтобы они наконец-то пошли. И попробовали свою атаку. Но я понимаю насколько им страшно. У них все-таки база горит. Им тяжелее. И ни в коем случае нельзя забывать про центральную. Про верхнюю линию. И постоянно нужно как-то их толкать. Ну на Рошане бы конечно под раз. Все-таки это не мега крип. И две линии можно толкать. Рошане не скоро просто. Тем более что есть Tempus Double. То есть есть чем отпушивать постоянно. Там у них какие хорошие. Так вот отдавать сыра Егис шарф конечно. И стараться камбэчить. Это очень тяжело. Идет вперед. Арк побежал на разведочку. Дайбек через полторы минуты. Выходит. Вообще не будет впитывать в себя какой-то урон. Залетают в Лоту Сорб. Эти касты конечно. Забавно видеть такое в драках. Когда Эбисол просто в Лоту Сорб. Могут рыпануть. Да ладно пока Б. В линку. В линку файрбласт. Акжид начинает драться. Но не может. Но не может. Там хорошая позиция у Манек. У Шоты пошли. Тут же Хекс. Акжид очень сильно пострадал. На развороте Бладрайт. Пока жив. Тинкер скашовывается. Манек стоит на месте. Падает тем временем. Минус тинкер. Минус тинкер. Тинкер с байбэком. Ну и будут скашать Манек. Там 9 секунд до байбэка. Остается Террор Блэйда. Он скоро появится. Этот самый байбэк. Локверка тоже самое. 13 секунд. Хотя ему денег 4 сотни не хватает. Но байбэк выбивать надо Тайгерс. Хорошая атака получилась. Смогли уйти от ТБ на безопасную дистанцию. И просто издалека закидать способностями. Очень круто. 2000 преимущества всего лишь. Верхняя линия конечно горит. Снизу тоже идет пуш. Чумочет серьезный. Надо отбиваться. 69 минуты игры позади. Есть ТБ байбэк. Клокверка 37 из голды не хватает. Ну и понимаю. Да. Тайгерс конечно есть инфа о кулдаунах. Наверняка. Поэтому они не идут вперед. Они боятся. Ну и блатфикер байбэк откатился. У Элдорогер мага байбэк тоже имеется. Арк через 16 секунд. Единственное что Лина байбэк вот только-только. Ну карта потрясающая конечно. Великолепная. Просто великолепная. Даже на ней с цели. Но немного было подобных. Просто покажите нам графики. Графики по угол. Вот такое происходит. Минус 18 тысяч. Плюс 10. Опять баланс. Опять почти плюс 10. Качельки еще те. И в конце края вообще этой карте не видно. Ну сейчас небольшое преимущество есть у Тайгерс. Причем нам вообще не важно кто там сколько денег выигрывает. Нам важна только вот та табличка слева. Смотрим исключительно на нее. И видим что с одной стороны 4 байбэка. С другой стороны только 2. И тинкер без него. Последние полчаса смотрим на эту табличку с байбэка. И еще полчаса посмотрим мне кажется. Вполне возможно в такой игре. Что те хорошо нападают что другие. Там вообще игра. Сотня фрагов у нас юбилейчик. Да кстати. Игра вот переходит в пустой. Когда индийский очень сильно решают тоже. Потому что из-под моментального фокуса индийский действительно могут засейвить. Там я смотрю тинкер тут тоже тайминговый на 70. Там решил себя приобрести. Ну а как иначе? Как жить-то? Жить-то хочется. Тинкер очень много дэмэджа выдает. Очень много. Но если до него что-то дотягивается. Хоть что угодно. Хек, Таллинс. Я не знаю. Какой-то Эбисол. Эбисол. Что угодно. Мультикасс четырехкратный. Акфу тоже не может разделиться. То есть ему. Он у него под таргетом находится. Ему нужно приоритеты выбирать. Вот в этот раз он попытался засейвить Бэйна. Потратил на него ультимейт. Бэйна тем не менее убили. И потом 15 секунд. Вот эти 16 да. Кулдаун. Он не может использовать свой ульт. Ни на тинкера. Ни на ТБ. И наверное Бэйна в таких ситуациях нужно продавать. Если есть вероятность смерти кого-то из коров. И Бэйна и Клокверка. И себя естественно. Ну нет. Себя не надо конечно. Но вот этих двух товарищей нужно слепить в первую очередь. Так здесь Хекс по ТБ. Ахфу это все контролирует. И Мане здесь ничто не угрожает. Ну там и Слипы, да. И Зеллплейты какие-то от тинкера. То есть нормально. Проверяется Индиадрим. На готовность скажем так. Суппорт если что помочь. Бешеный Угармак. Лотус. Линза. Пайп. Шебек. Ганим. Там травла на подходе. Бешеный исполняет Монминдер. Эти две карты. В целом этот матч. Очень хотят Таггер закончить. Конечно страдания противника в этой карте. Но РНЖ в свою очередь хотят сравнять конечно же что-то серии. И выйти на третью решать. Это было бы очень круто. Насколько возможно. РНЖ несколько раз нам показывали за эту карту. Что они могут камбетчить. Могут предпринимать нестандартные решения. Идти и просто камбетчить. Выигрывать драки. Надо еще разок. Особенно в преддверии Рошана следующего. Рошан кстати ждет своих гостей. Съедается святыня. ТПшку на нее уже РНЖ не сделать. Мобильности ограничены ребята. Ну что отойти Таггерс. Комфортно забрать Рошана. Опять таки. Ты думаешь успеют? Ты думаешь РНЖ не будут навязывать? Мне кажется стоит. У них информации нет. Ну элементарно просто нет вижена. То есть ни одного варда. Вот прямо сейчас ли бьют ребята из Таггерс Рошана. Или не бьют. Вот как узнать. Смог прожали тем не менее. Идут в сторону Рош Пита. Аккуратно. Здесь выходит 1437 сейчас. Не очень удачная позиция у Линьного Гормага. Быть может. Ставится вард. Очень интересный. С 33-го. Хукшот залетает неплохо. Зажимает тевременем Блоттикера. Гоги финс гриппом. Тут же через боковые. Манэй будет пробивать Блоттикера. Как помочь Блоттикеру? Как помочь? Да никак. Манта Става погибает. Байбек есть. Байбек имеется. Тут же его используют. Зефир здесь. Ограничивает противника в движении к своим станчикам. Уходит подальше. Держит дистанцию. Блоттикер потянется скоро. Акджит уже здесь. Акджит уже тут. Хорошая атака ТРНЖ. Очень качественный вард. Кстати можно ловить. Хорошо же все было. Блоттикер. Лоту Сорба там. Рапчер просто так не дашь. Блин. Через 2 секунды только. Не может он так просто ворваться. Ну можно переждать метаморфозу. Она скоро закончится. Можно пойти убить Трошана и отдать Айгис Сикеру. У которого байбека не будет. Они успевают. ТРНЖ. Есть ли силы на еще один смог? Даже без метаморфозы. Готовы ли? Очень надо подраться. Вот прям очень надо. Потому что ну сыр Айгис Шард. И так все-таки забирают Тайгерс. Айгис остается естественно Акджиту. Ну что и Тайгерс пойдут вперед. Имеют полное право. Тинкер без байбека 3 минуты практически. Тинкеру нельзя будет подставляться. Ну и до него добраться. Как мы понимаем сложно. Кому достались остальные ништяки с Рошана? Давайте посмотрим. Сыр я вижу есть у Инзиадрим на арке. И Шард достается Зефиру. Да, Элдер Тайтанер. Добраться до Тинкера там под Т4 будет невероятно тяжело. А, Блоксикеру передали Шард. Так, это интересно. Забирали еще последовиния пока. Ну в ситуации, когда у противника был сыр Айгис Шард, ребята из Тайгерс могли закамбэчить. Теперь ответная ситуация для РНГ. У противника есть все. И надо просто идеально провести файт. На словах это легко. На деле сложно, естественно. Но три минуты. Две минуты вот этот байбек на Тинкере может очень многое решить. У Тайгерс в любом случае эти тайминги есть. Они прекрасно понимают, когда Тинкер сможет байбекнуться. Но почему-то они не идут вперед по-прежнему. Что-то их останавливает. Позиция у РНГ неплохая. Хорошая позиция из байграунда, да. Тинкер пока на базе, но мы понимаем, он прилетит очень быстро. Мане здесь. Мане должен видеть, точнее чувствовать противника. В такие моменты, когда нужно Огрмагу брать игру в свои руки, подрубать инвис и идти вперед. Но вот сейчас вышел, нашел иллюзию. Со второго раза найдет Тинкера, пропишет ему четырехкратно и игру выиграет. Ну, опять, и такое тоже бывало у нас даже в этой карте, где Огрмаг находил Тинкер и разводил на очень важный байбек. Так, и все еще игра продолжается. 11 тысяч за командой Тайгерс. Вот теперь я наконец вижу противостояние Ахфу и Ахджита. То, что один нападает, второй сейвит, на кого нападают. Это жесть. В первой карте мы подобного сами не видели. Но именно такое интригующее должно быть развитие событий. Кукшот тем временем куда? Непонятно, есть Хекс. Ну и отходит пока Тайгерс. Они тоже не поняли, что произошло. Почему так? Тинкер залетает. Хекс, раскат очень быстро. Раскат стопает. Да, опять-таки АНДиск срабатывает у Лины. Лина в развороте. Индиотрим тоже БКБшку прошел. Получил. Стей. Тоже срабатывает, мы видим АНДиск. Пока жив Лина без байбека. Финцгрип зацепили. Окей, минус Аркварт. Но байбек сразу прожимается. Какая дефира? Неплохая атака от РНЖ. Неплохая атака от РНЖ. Просто внезапно. Не готовы были Тайгерс принимать. Они отходили уже, оттягивались на этот Тинкер, который прилетает, дает Хекс. Просто тебя никуда не отпускает. Мирмак полетел. Очень рискованно он, кстати, играл здесь. Какой-то хукшот шальной и все. На этом могло закончиться. Одна драка, опять 7 тысяч разниц. Просто туда-сюда. Да, байбек арка дорого ему. Встал, конечно, тут. Рефрешер на Фивери, рефрешер, рефрешер на Террор Блэйде. Они продолжают ломать эту доту. Всю концепцию, вообще все представление о том, как играть нужно. А там драка у нас может начаться прямо сейчас. Может достаться рефрешеров? Нет. Огрмак поставляет. Он с байбеком. Нужно сребить. Есть Хекс. Хекс ПКД. Просто Тинкер держит дистанцию. Не поставляется. Окей. Сто вас отошел. На развороте Лина. Станчик обновит. Хорошо, какой ультимейт. Манне сэйвит. Мэби Стол Бейд. Мэби Стол Бейд. Ну, Сорб хорошо. Но есть Хекс очередной. И нет больше сейва. ДБ погибает. Есть байбек у Бэйна. Тинкер уходит. Есть байбек у Бэйна. И Агжит идет дальше. Видит СРФ. СРФ ставит Коги. Получает Рапчур. Оббегает. Тем временем Блэдсикер. Не хочется отпускать естественно Клокер. Просто бежит. Ему плевать на... У него есть Тараска. Он спрятался. Серьезно? Они не угадали. Агжит не понимает, куда ушел противник. Агжит не понял. Кто-то найдет? Нет? Там Мунминдер можно найти. Он прочитал, но поздно поздно. Мунминдер можно найти кого угодно. Но не в этот раз. Там гем валяется. Ну что, пойдем разводить на байбеке? Не знаю, Тайгер. Но вроде есть Аегис. Следующая шарта Блодсекера. Там маны нет. А, ну там есть Аегис у Секера. Нет, маны практически у Огра. Это их не смущает. Не забываем про отсутствие байбеков Тайгерс на этот раз. Только у Гермага, в то время как у РНЖ. Байбека нет только у Ахфу. И вот в такие моменты, ну, вы разводите на байбек и, скорее всего, бежите. Потому что, ну, очень тяжело будет на базе без байбеков здесь что-то придумать. Любая ошибка и за полторы минуты там кто угодно дойдет пешком до вашей базы. А всего лишь одна сторона осталась у Тайгерс. Ну, ошибаться ни в коем случае нельзя. Актуально и для той, и другой команды. Потому что там тоже байбеков не будет, если потратить ТБ и Бейн. Особенно страшно. Ладно, ТБ сейчас не страшно, у него должен быть рефрешер. Кстати, очень интересно, почему РНЖ не дождались курьеры и пошли в бой. Тоже довольно интересный момент для обсуждения. Сейчас, естественно, рефрешеры уже были положены в инвентарь. Саппорт Лина. Встречайте. Внезапно. Неплохо, да? Нормально, да. Подфармило. Пойдет. Ого. Нулифайеры пошли в ход. Он же не знает, что себе купить. Не знаю, покажешь нам потом камеру на товарища InzioDream. Как он играет на арке. Вот эти вот 80 минут. Это ж, ну, я не знаю, столько сил. Это такое микро должно быть у парня, чтобы продолжать на протяжении всего этого времени. Постоянно хорошо нажимать кнопки. Качественно давать нюки. Понятное дело, что где-то, наверное, походу игра ошибался. Но в целом. Фукшот неудачный от СРФа. Сбивается Барт. Сикер далековато. Сикер бежит. Не стали нападать на СРФа. А нет смысла сейчас. Они на байбек не развели. У команды РНГ байбеки имеются. Об этом догадываются Тайгерс. Да, есть Аегис. Но этого мало. Один Аегис это всего, ну, заменим на один байбек. Да, там еще трех не будет хватать. А там уже есть четыре. И вот походу этот Аегис позволит Тайгерс просто еще какое-то время потерпеть. Текущее золото. 6200 у Сигерс, 6 каутера, арбулейда. Ну, непонятно просто, что брать. Ну, окей, вторые травы, ладно, это может пригодиться. А сколько? Можно табличку, в принципе, на творчество? А, вот она. 46. Ну, нормально. А самое актуальное, конечно, это байбеки. РНГ сами выходят на чужую половину. И бесконечно сплит пушит, естественно, занимается этим арк. С этим ничего просто не поделается. Нужно просто убивать темп из дабл. 80 минут подходит. Когда в последний раз ты комментировал такую продолжительную карту? Я не помню. Именно сам комментировал, не God Hunt. Я не помню. Обычно, видите, такие игры достаются. На моей памяти таких матчей очень много было на ДПЛе в прошлом сезоне. Там вот, когда сражаются две китайские команды, зачастую вот такой степени игры доводились. Кстати, в следующий сезон ДПЛ скоро начинается. Тоже, надеюсь, будем его комментировать. Очень крутое мероприятие. И, безусловно, там будут принимать участие РНГ. Может, кстати, и тайгер, потому что некоторые команды из Юго-Восточной Азии там тоже бывают. В этих ДПЛах. Ладно, речь не о том. 53-53. Пошла уже 81-ая минута игры. Ну и опять никто не верит в свои силы, потому что, ну, мы понимаем, одна ошибка, ты игру проиграешь. А такую игру проигрывать не хочется. Опа. А вот это опасно. А вот это развалили. Они опять нашли Тинкера. Мунминдер, на этот раз, вручившись поддержкой Лины. Классно. Ну вот, пожалуйста, Огармак полторы тысячи урона прописал. Ну, кстати, очень важный фраг. Вот как раз две минуты практически не будет Тинкера. 2.40 до Байбека Арка. Вернее, Титана. 2.50 до Байбека Арка. Ну, плюс минус. Ну, плюс минус. Ну, поднимается. Мунминдер встречает. Куда же ты пошел? Ну, это Мунминдер. Ну, его пробивает сейчас. Очень сильно пробивает. Мунминдер упадет. Я писал в лейте. Временем. Потратится фуксить Бейна. Бейнс под БКБ. Лоту Сорова. Опять на развороте. Финсгри. БКБ прожал. Стоит Блаттикер. Ничего не делает. БКБ закончен. Тикер просто не отпустит. Расхастовый Тикер после Байбека. Расхастовый Т-билл Блаттикер. Блаттикер без Байбека. И Аегиса нет. Огрмак Байбек проюзал. Тем временем пятером. Остаются ребята из РНГ в четвером. Ребята из Таггерс. Куда же вы пошли, родные? Вижена не было. Они просто поднялись на хайграунд смерти. Это действительно был хайграунд смерти. Посмотри, сколько денег ему не хватает на Байбек. Барак совсем немного. Баунтик кто-то возьмите. Вон снизу лежит. Никто не доберется. Просто подходит Террор Блейд. Дальше таймлэпс. Естественно, будут сейвить. И Барак. Два Барака снизу. Тереню хукшот от СРФ. Когами рассталкивают двоих. Тут же через Айн Диск пытается пробить еще и персонажа Лину. Лина погибает тоже без байбека. Это было в это время Бил Барак, но не добил. Не добил. Остаются в численном меньшинстве. Таггер, староем. Все сложнее и сложнее отбиваться. Можно за сплитушить топ постараться. Но здесь темп из дабл должен именно на защите нижних бараков. Непонятно, что делать в пятером РНЖ. Снова рефрешеры пожимаются. Мане здесь. Форму прожал. Пойдет дальше на хайграунд. Будет забирать бараки. Мунминдер с инвизора скидывает свои игнайты. Все, что он может сделать. Мане с БКБ. Рефлекшн. Пробивать Мунминдера через пик. Тут же Форстафф его спасает. Потому что Бэйна хотя бы убить. Хотя бы убить Бэйна, чтобы восстановить. Окей. Дальше, дальше, дальше. Будут убивать Клокерка. Тут вверх Стараски. Но там, когда метелит его четверо, ничего не поделать. Бэйбэк от Клокерка. И бараки стоят. Может быть на Мане напасть? Они хотят игру закончить прямо сейчас. А, там два Бэйбэка. Зейфер по скаде не отпускает. Элдер Тайзман тоже без Бэйбэка. Линку смели. Лотосы сверху. Будут сейвить. Бибер на позиции. Использует таймлэпс. Есть Изэрил. Мане не погибает. Что делать с Террор Блейтом? Объясните, как его убивать в этой игре? Просто непонятно. Снова Саленс. Есть Форстаф. И тут же... Все, в него полетел. Они убьют его. Да. Нету таймлэпса. Он без Бэйбэка. Они смогли это сделать. Тут Тинкер. Вивер подтягивается. Аху рядышком. Дает инфу для Тинкера. Тинкера знают, где Тинкер. Хекс он получает. Ушло, СРФ. Попал или не попал? Продолжение какой-нибудь Тинкера. Или просто копии убьет. Нет. Тинкер живет еще какое-то время. Его спасает в очередной раз Аху. Там СРФ с Огармагом. Что-то происходит. Есть спинскрипт. Да, Огармага будут забирать. Огармаг. Без Бэйбэка. Бэйбэков тут просто ни у кого нет. Нет Бэйбэков. Вдвоем. Вдвоем они остались. Будут защищаться против четверых. И снова Хукшот. Отличный. Есть Хекс. И Хекс. А кто будет защищать? Защищать. Правда, ехому есть рассказ на Тинкер. Очередной минус. РНЖ делают полноценный камбэк в этой карте. Остается Блэцикер один. Акджит бегает и не знает, как остановить четверых РНЖ. Как защитить свою базу. Это просто невозможно. Падает последний барак. Мега крип. И сейчас пойдут на базу Тинкерс. Но это не важно. Потому что очень балл карты. Потому что ломается Т4. Не хватает, конечно, арка. И будут добивать троны РНЖ. Будут заканчивать карту свою пользу. Все-таки эта стратегия сработала. Мане сжил. Мари Байбэк вдвоем против четверых. Пойдут драться дальше. Хукшот. Коги можно поставить. Надо кому-то добивать. Но бейте, кто-то трон. Чего-нибудь кто-нибудь трон. Бить трон. Байбэки пошли. Да ладно. Да ладно. Еще не все потеряно, друзья. Еще нет. Еще будут сопротивляться Тайгерс. И оттягиваются РНЖ. Нет, друзья. Игра не закончена. Надо продолжаться. Как это возможно? Это просто невероятная карта. Руина и без базы. Никогда не хорони команду с Аркварденом до конца. Эти байбэки они просто накапали. И Рошан. Будут забирать РНЖ ТБ. Сейчас появится. У Вивера все еще остается байбэк. Но это снова Сыр, Аегис и Шарт. Ну я не знаю. РНЖ обязаны просто заканчивать эту игру в свою пользу. Один шанс на миллиону Тайгерс. Они этим пользуются. Они сейчас будут выходить из базы и пытаться драться за Рошана. Других вариантов просто-напросто нет. О, мой гад. Что это за игра? 85-й минуты. Из последних сил. Просто из последних сил. Из всех возможных байбэков. Так. Ну что? Без Огра пойдут на Рошана? Без Огра, мне кажется, нет. Надо лететь. РНЖ сейчас всем составом быстро забирает Рошана. Тайгерс. Но не могут выйти из базы. Это очень сложно сделать. Там голый трон. Там нет бараков, там нет вертристроений. Там просто одни руины. Больше ничего нет. Ну и не такое выигрывалось. Это реально. Выигрывалось, конечно. История знает... История тут и знает и не такие камбэки, безусловно. Я вспоминаю сразу же игру. Помнишь Empire на International 2 года назад? Сколько они там атаковали? 2,5 часа или 2? Или около того с антимагом. И проиграли ведь? Да. Дроурейнджер проиграли. С инвокером. И размены тронами. Сколько раз у нас были? Все возможно. Ну я не знаю. Егис, Сиршард, снова у РНЖ полным составом. По байбэку есть у каждой из команд. У Вивера и у Лины. Все пока на этом. Остальные идут кулдаун. Причем довольно продолжительные. И еще не идут заканчивать. Страшно. Ну потому что байбэков-то тоже один. Он у Вивера. Что может сделать Вивер? Умереть, прожать байбэк, вернуться на таймлэпс и прожать рефрешер. И у него будет второй таймлэпс. У него столько возможностей. Как в этом во всем не запутаться? Да. Но это отличает и профессиональных игроков от нас, и обывателей. Потому что все под контролем. Потому что каждая способность должна использоваться вовремя в нужного персонажа. Особенно если что касается каких-то сейв артефактов. Интересно, где-нибудь можно нарыть статистику, сколько раз игроки прожимали предметы за игру. Ну и примерно среднее посчитать там за определенное время. Потому что Аркварден, бедняга, у него там все нужно нажимать. И он это делает. Он полотенце в пять, наверное. За себя и за того парня. Шесть или пять полотенца сменил из-за эту карты. Потому что невозможно. Там же... Фукшот, да ладно, не попал. Не попал СРФ. Но это не так страшно. Влад Райт, монет отходит пока. Аккуратно. Иллюзии бьют, пытаются тронуть. Стан, он получает. Там есть рейкс. Издалека. Фаерпласт, лоту сорвать не хочется. Монет просто отошел пока. Ну, потихоньку, помаленьку. Вот такой вот способ выиграть карту. Так, очередной хекс, очередной стан. Вивер на готове, да. Есть форстафы. Фаерпласт, опять фукшотная трасса СРФа точный. Когами отталкивает, тем временем, Огармага. Огармаг без байбэка погибает 100 секунд без него. Кисленное меньшинство для Таггерс. Недвое про наличие шардов, аегисов и штыра, естественно. Снова раскатываются, сбиваются аэндиски. Есть юлы. Рапчур тем временем. Акджид пытался вступить в войну, но он был один из СРФ. Снова неплохой фукшот сдаёт. Когами отталкивает. Акджид, он без БКБ. Драться сложно, драться опасно. Это же Зейфер. Зейфер не знает, что делать, убегает об Аскаде, атакует Финскрип, дальше фукусят Арквард, без шансов на спасение. Там Тинкера подловили. Тинкера, может быть, получится убить, но нет. Очередной таймлэш. Ну что делать? Да с Вивером что делать? РНГ всё-таки смогли. Проигрывая в Бёрли Гейме. На протяжении всей карты просто были постоянно... Довольные, довольные. Постоянно в противной ситуации смогли закомбечить. Это фантастика. Просто браво. Да, посмотрите. Эти тоже кайфанули от игры, вот 100%. Тут нельзя не кайфануть от игры. Обе команды получили удовольствие. Мы, как комментаторы, зрители, я уверен, что тоже получили удовольствие, потому что это была феноменальная просто катка с камбэками, с переворотами. Вот то, чего не хватало на ESL когда-то, да, вот то, чего не хватало, может быть, на майнере. Мы это увидели прямо сейчас в исполнении двух, ну, просто чудесных команд Азии. Мы ждали эту серию, я прям хотел эту серию. И я хотел три карты, получили, называется. Покороче, конечно, немного хотелось. Главное, чтобы третья по напряжению была не хуже. Да, была не хуже. Это самое главное. Друзья, по второй карте можно очень многое говорить, но подытожит, конечно же, все. Наша студия аналитики ей передадим слово. Да, кайфанули мы тут знатно, все аналитики кайфанули. Так как не кайфовали давным-давно, надеюсь, вы тоже кайфанули по полной. И сейчас мы спросим, как кайфанул отдельно Ярослав и отдельно Сергей. Я так кайфанул. Это сильно было? Я так... Бум! Вообще. Бам! Отлично. Это то, что нужно, чувак. Никакие стимуляторы не нужны, ничего не надо вообще. Ты в какой-то момент, типа, очень-очень жестко зашел в тильт после поражения Нави. И вот, опиши свои эмоции. И вот сейчас я наконец-то... Приехал обратно? Наконец-то кайфанул как следует. Вот именно. Вот эта игра, которую я взял. 90, каждую бы 90-го ряда. Ух! Ух! Да, вот это хорошо. Серега? Я так эмоции не могу передавать, но... Что по игре? Не знаю, очень долго они затягивали. Там... Момент именно... С захода почему-то. Спокойно могли заходить, если вот твой Монминдер так собирается. Через мано-ботитки, потом он собирает хут, то собирает и сразу пайп. После указа вот эти маны-ботинок, который просто иди под этого тинкера, чтобы не бояться. Просто от спама, кроме машинок, вообще никакого нет. У тебя все на это есть. У тебя есть Аркварден, там со своей иллюзией. Вот, которого все вроде неплохо было. Собрал на этом артефакты и просто иди и ломай. Ну, они почему-то начали там по одному где-то отдаваться, тирошаны как-то выжидать. Ну, не знаю. От спама просто никакого. Мидгейм, да. Замедлились в мидгейме очень сильно. Начало-то было положено классное. Ну, вот мы вообще же им предлагали что-то типа шторма, что довольно мало контроля было у NRG и можно было взять. И был бы ответ на тинкера. Так-то просто, ну, как бы легко сказать про пуш тинкера, все-таки сложно сделать. Хотя, все-таки, понятно, тайгерс тормозили неоднократно, потому что где-то там Минутин на 60-й условный. Они забирают ТБ, ТБ есть байбэк, окей, но они забирают ТБ и еще кого-то там, Бэйн или типа того. Вот эта Минута, по-моему, была как раз на вот эти два героя сейчас. Не-не-не, сейчас они отдельно убивают тинкера. Это не то, да. Это потом там же нашли и ТБ. Вот они не шли выбивать байбэки даже в таких ситуациях, что супер странно, потому что когда игра уже заходит в такой глубокий лейт, ну, многое пляж, чтобы байбэк... Или вот здесь, вот он без байбэком был. Ну, сейчас я уж не помню там. Многое пляж, как же он... Ну, нет, ну вот ТБ очень круто зашел, потому что, видите, как умирает 80 ТБ, Элтер очень круто зашел против ТБ, потому что как же умирает этот ТБ. Мы привыкли, что ТБ просто невозможно пробить, в БКБ, когда он стоит, потому что у него там 50 брони своей, но Элтер просто ее срезает и все. Как бы тебя убивают, но не хватило этого. Самое кайф, что мы видим эти игры в рамках групповой стадии. Представьте, какое рубило будет вообще на плей-оффах, если они настолько рубятся за то, чтобы просто даже... Не то, что даже игры не на вылет. Здесь просто вопрос в том, на кого ты попадешь и в какой части сетки. Да, они тоже просто кифанули. Это игра, что ты серия, то, что мы на весь сегодня видели, которые не могут при жесткой доминации, не могут дожать. Ты ждешь, пока Вивернак фармит этот огонь, пока он оформит Айон Диск, когда ты его вообще не сможешь убить. Он просто будет стоять каждый сколько там, 17 секунд? Мало секунд. И будет просто спамить таймлапсом. Спамить таймлапсом под блокенбар, который есть у Тироблэйда, у которого Сандер потом будет 5 секунд, и ты просто его не сможешь забрать. Они даже умудрялись его как-то забрать, я не знаю, как у них это получалось, но... Грубая, 3-х тироблэйдов пара убивали. Ну, за счет Тайтера, на самом деле, действительно, просто. Большая проблема была от Тинкера, на самом деле, а нет ТБ. Тинкер очень много демонстрирует, и там даже статистику смотришь. Я боюсь, там... Тысяча, по 150, по 150, наверное. Давай, ну-ка, нет, ваше статку набил? Статки, ставки делайте, сколько там? 90. Ты посмотрел! Я не успел, но я уже не собирался ставить. Давай, говори, ну примерно. А чем Тинкер, сколько демэджа нанес? Сколько Тинкер демэджа нанес? 118. Да ты посмотри. В смысле? Ну там 114, 500, очень близко. Оооо, вообще, развалил. А, кстати, что удивительно, ТБ нанес больше. Где это он? Да, 120. Где это он умудрился? Это Сандеры. Заметали. Нет, не считают. Точно не считают? Ну, не должны. Просто есть герой 3000, ты свапаешься, и как бы минус трешка сразу моментально. Да нет. У меня только один вопрос. Ерундает. Лупил он просто. Вивер, Террор Блейд в пабликах всей страны или нет? Ну, вообще, Вивер, как бы был на ЕС, или четверка Вивер, очень эффектный. Вивер был здесь уже, поэтому, в принципе, не удивлюсь сейчас начать видеть это. Но, кстати, не хотелось бы в пабах такое. Ведь есть вещи, которые, как знаешь, выполнено профессионалом. Не повторяйте в наших условиях. Вот, Вивер четверка, это одно из... Хотя, по-другому, очень хороший пей должен быть. Конечно. Он должен реально в такой поясненке всегда стоять. И знаешь, как это будет происходить? Вивер будет на четверке, он будет играть этот аганим и таймлапсить себя. Типа того, да. Или не таймлапсить никого, или он будет пол игры его собирать и говорит, ща, ща, ничего не делать. Дамаж по темписту считается дэмэджем героя? Да. Ну, в таком случае логично, что Тинкер много надавалками. Но если же он постоянно контролил темписта, потому что они же встречались друг с другом на треволах. Вот, да ладно, играет 90 минут, в ней в любом случае не особо удивительно, что... Такие цифры, как 100 к плюс дэмэджа, между прочим, Аркварден тоже на нее 100 плюс дэмэджа. Там и Огры, 53 бахнул. Ну, здесь вот подставив просто очень жесткий был Тинкер с байбэком. Ну, много микромоментов таких вот, когда могли на самом деле выбить. А мне, кстати, нравится, что абсолютно вся аналитика может происходить на хайлайтах. Просто игру еще раз пересмотрим. Драка за дракой. Да, тут их было очень много. Шутка за шуткой. Как же я кайфанул. Вот он, вот тот самый момент, когда моноты нашли и убили, и не выбили с него байбэка, о котором говорил Смайлуха. Его убьют? Да, его убьют. Он очень просто уничтожит всеми руками и ногами. Да, ну что, его сейчас пинают, потом пинают еще, а потом еще немножко пинают. Наверное, Вивер. Тут еще оглушил. О, башек с первого удара. О, да, вот, кстати говоря, его и вернули. Он еще и стал. И вот, да, 124 секунды и уважаемого крекера этого 115. И они не пошли в этот момент ничего делать. Хотя они могли выбить байбэк, а у Кокерка вообще не было байбэка. Кто знает, может, они бы игру выиграли. Но они почему-то просто ничего не делали две минуты. Это настолько... Ну, вот, как бы, такие моменты и стоят им игры. Потому что, ну, блин. Вы что-то сделали, надо что-то это развивать как-то, да? Полученное преимущество, во что-то превращать. За 102 секунды можно сбегать до базы, если ты чувствуешься реально красным и не хочешь заходить. И вернуться обратно, у тебя еще секунд 70 останется. Ну, да. Можно несколько раз сходить, в принципе, до базы. А мне интересно, на самом деле, посмотреть, сколько раз был использован Шекучист, ну, смысле, таймлапс, и, соответственно, какое количество раз был использован стандарт. Потому что... И какое количество было восстановлено хп от этого дела? Было бы круто иметь подобную стату, но это практически Unreal, да, ясное дело. Не считается хил... Не считается это все за хил. Дота такой статы, в общем, не представляет. Людей было восстановлено. Много. Сколько Тераблайдов было убито, на самом деле. Очень много. Могу заявить, что Бэн потратил 10500 голды на расходные предметы. Представляете, мэн? Алина 9500. 65 синтрей купил Алина. Ее, первый театр. 30 купил еще этот... 90 минут, как ты там сказал. Ну, 95 синтрей. По синтре в минуту. Вот ты теряешь гем. Бабки есть, бабки не проблема. И надо все утыкать центрями, потому что ты играешь против игр, и все-таки его поймать хочется. Ой, что-то я так после этой игры, прям, знаешь, у меня как опустошение. Все эмоции отдал. Я, конечно, так кайфанул, что сейчас небольшой-то отходняк. Мне нужно новую игру запустить. Запусти. Да, я бы с удовольствием. Доза нужна. Но, к сожалению, надо будет отойти на рекламу, соответственно, и вернемся, как только будет готова третья карта в рамках противостояния. Напомню, я сыграю тайгерсы против Royals Never Give Up.